СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть сейчас я, Кучера, сидя перед тобой, дудем... Ух, я не хочу этими тезисами из телевизора говорить. Путин говорит неправду. Ну вот я не могу так, как ты, наверное. Кто тебе сказал, что я стою против своей стороны? И мы уже там. Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? Оскар, мы давно хотели пообщаться с человеком, который поддерживает текущую политику России, но все, кому мы писали, либо отказывались, либо просто молчали. Ты согласился. Почему? Слушай, потому что позиция однозначная, но то, что ты говоришь, не всегда, знаешь, как... Ну жизнь, она же не черная и белая, правильно? Вот. И когда людей разделяют так, то мне кажется, что так поступают не очень умные, мудрые люди. Не буду говорить умные, мудрые. Я согласился, потому что, во-первых, мне было интересно пообщаться с тобой, скажу честно. Вот. Во-вторых, если ты меня пригласил сюда только ради того, чтобы узнать мое политическое мнение, ну, не знаю, у нас будет очень короткий разговор. Вот. А мне кажется, нам есть больше, что сказать друг другу. Все так. Поэтому давай начнем не с политики, а давай начнем с того, когда я и в целом мое поколение тебя узнали. Можно сейчас отточь я? А почему не соглашались? Кто-то говорил, с вами неинтересно. Или кого-то смущает, возможно, там, иноагентский статус. А я рыл на тебя. Почему ты иноагент, я понять не могу. Потому что кто-то тебе платит, сейчас вот я прочитал даже, 87 миллионов какие-то нашли, которые тебе западные. Потому что я веду предпринимательскую деятельность. И в государстве, которое, в общем, нормальное, это было бы предметом гордости. Что я веду предпринимательскую деятельность и с российскими компаниями, и с компаниями иностранными. Вот. Одна из таких компаний, это компания, которая осуществляет монетизацию Ютуба. Абсолютно легальные, честные и никаким образом не влияющие на нашу политику, подожди, штуки. И у меня были вот такие приходы денег, и для государства это повод признать иноагентом. То есть, если сейчас я снимусь в каком-нибудь западном фильме, и мне придет я иноагент? Более того, у тебя есть канал на Ютубе, Оскар Кучера.ру, это же твой официальный канал. Не знаю. Я не знаю, я не делал каналы. Клип «Верю» выложен на твоем канале? Это не я. Хорошо. Допустим, у тебя есть канал на Ютубе. Хорошо, у меня есть канал на Ютубе. У тебя есть канал на Ютубе, и на нем будет монетизация. У меня нет денег. Монетизация – это вот то, что преролл появляется. Это не та реклама, которую ты продал. Это то, что Google размещает там автоматически. А у меня есть что-то? Ты же сказал, что ты не знаешь, есть у тебя канал. Я говорю, у меня есть что-то? Я спросил, если ты знаешь это. Я не помню, была там монетизация или нет. Потому что деньги я не получал. Но уверен на 99%, что есть. И тогда ты получаешь деньги от какого-то из компаний-посредников. Эта компания может быть из Израиля, из Франции, из откуда-то еще. Ты получаешь деньги от американской корпорации Google. И да, официально у тебя есть повод быть инагентом. Даже с клипом верю. Даже с клипом верю. Если следовать закону, то да, но ты же понимаешь. А вот компании, которые… Ты не спрашивал просто у людей, которые этим занимаются? Я сейчас прямо анализирую. Я сейчас пытаюсь защищать тебя перед кем-то, или наоборот, выставлять себя более умным. Я реально интересуюсь. Компании, которые работают с западными компаниями, продают газ, например, и получают оттуда деньги. Или продают нефть, или продают технологии. Не знаю, что там еще. Они под потенциальным риском. Более того, в иноагентский закон сейчас внесли поправки, когда любое влияние западное может сделать тебя иноагентом. Вот ты, например, посмотрел фильм с Антонио Бандерасом и Пенелопой Круз. Это очевидно влияние запада. И как только захотят сделать тебя иноагентом просто потому, что какое-то из твоих высказываний не понравится. Привет. Хорошо. Извини. Давай перенесемся. Давай перенесемся. Ты прерывай в любой момент, но давай, чтобы... Мне просто так интересно было, это же можно не вставлять. Потом нет, потом к этому можно вернуться. Давай перенесемся в то время, когда я и мое поколение тебя узнали. Ты одна из звезд канала Муз-ТВ, который мы смотрели в старшей школе. Как ты вспоминаешь это время? Это было офигенное время. Это была банда. Прям банда. Мы дружили. Мы дружили, мы более того до сих пор, даже в соцсетях периодически списываемся, когда видимся, обнимаемся. И какая-то радость друг за друга есть, когда у кого-то что-то получается. Ну, то есть, во всяком случае, у меня точно абсолютно. Я не знаю каких других, но у меня да. Когда вы туда приходили, как вам формулировали задачу, учитывая, что уже был большой и культовый канал МТВ? Чем вы должны были отличаться? Хочешь, давай как от печки пойдем. В 99-м году я попробовал свои силы на МТВ. Мне кто-то сказал, что там набирают. И я пришел туда. Я работал на Серебряном дожде, на радио. Я пришел на МТВ. Была какая-то девочка, которая осматривала меня. Она говорит, ну скажи чего-нибудь там. Я уже не помню, что сейчас. Она говорит, молодой человек, вам не нужно этим заниматься. Знаете, есть такое понятие профнепригодное. Вы прекрасны на радио, отлично. Но это не ваше. В 2001 году я получил премию овации. Ко мне подходят с МТВ уже. Некоторые руководители говорят, ты к нам не хочешь? Я говорю, я боюсь, для вас профнепригоден. Овацию как? Лучший ведущий развлекательных программ, по-моему, был. Ну, что-то такое. Очень смешная была премия, потому что давали мне и Азеншпису. Ну, еще кому-то там давали. И потом написали в газете. Честная премия, овация, была только у двух людей. Это у Азеншписа, который никогда в жизни не заплатят. И Кучера, за которого никогда в жизни не заплатят. Так что у меня честная премия. У тебя же там была репутация главного оторвы, да? У тебя были яркие прически, очень смелые наряды, юмор довольно дерзкий. Знаешь как? Мне было скучно делать то, чего делали все. И я в какой-то момент, я помню, я притащил гитару, барабаны, я делал первые телевизионные караоке. Я уже потом это понял, потому что у меня реально люди пели, это можно увидеть там. Даже была какая-то... У нас была передача «Кухня» смешная, где они там все время чего-то делали. А мне всегда хотелось быть певцом, и у меня никогда не получалось. И поэтому я использовал площадку Муз-ТВ для того, чтобы и самому спеть чего-нибудь. При этом у нас было каждую неделю, в пятницу нас вызывали на совещание всех ведущих, это был разбор, была у нас такая замечательная Оля Кондратюк, наш шеф-модератор, у нее называлась должность, которая говорила, «Кучера, ты понимаешь, что тебя уволят?» Я говорю, «Почему?» «Потому что так не ведут передачи». Я говорю, «А как ведут?» «Ну ты посмотри на ребят, на всех, как ведут». Я говорю, «Ну мне же будет тоже неплохо получается». Я говорю, «Ну по-другому чуть-чуть». «Нет, нет, так нельзя делать. Зафига ты притащил бонги». Я говорю, «Ну прикольно, по-моему». Бонги это музыка... Да. На всех случаях. Да, музыкальный инструмент. У тебя сейчас должна появиться фотография. Бонги. Один из твоих нарядов тех времен. Мама моя. Что это? Можно его ввести чуть-чуть? Это Персона. Компания Персона давала мне одежду. Я думаю, что это был как раз тот момент, когда мне дали, я сказал, охренели, а они говорят, другого нет. Да? Периодически мне... По тем временам это же прям смело. И такой цвет волос, и, в общем, такую розовую... Слушай, но цвет волос — это не моя идея. Если честно, был у нас потрясающий совершенно. Вообще, мой приход на МСТВ, он забавный, потому что я, потерпев фиаско на МТВ, вел там один корпоратив, потом через какое-то время уже с девушкой, с одной Натальей, которая работала в рекламоотделе МОЗ-ТВ, и она мне сказала, слушай, ты клево ведешь, приходи к нам, у нас как раз ведущие нужны сейчас. Я говорю, в смысле, ну приходи на кастинг. Я говорю, да, спасибо. Она мне дала свой телефон, и я два месяца ходил с этим телефоном, потому что у меня внутренняя неуверенность какая-то зашкаливала просто. Я не думал, как с этим бороться. И в итоге я думаю, да блин. И пошел на это МСТВ. Пошел, и мне говорят, ну стажируйся. И я стажировался, стажировался, стажировался. Прошло месяца два, наверное, я понял, что мне эфир не дадут. И я уже так решил сворачиваться. Звонок вечером. Звонит мне Клин Колосов, на тот момент программный директор МСТВ, и говорит, что ты завтра делаешь? Я говорю, завтра, ну вечером эфир на радио. Он говорит, хорошо, тогда в 12 у тебя эфир на телеке. Да, хорошо, проблем нет, все, договорились. И вот я помню этот мандраж, который был до, потом вышел и все. Мы в Португалии. За моей спиной Лиссабон. Португальская столица в последние годы стала одним из главных европейских направлений для цифровых кочевников. А сама Португалия заняла первое место Work From Wherever Index. Индексе самых благоприятных стран для тех, кто работает удаленно. При составлении этого рейтинга учитывались самые разные факторы. Стоимость жизни, уровень медицины, визовая политика, скорость интернета, культурная повестка, климат. И по совокупности Португалия заняла первое место. Поговорить про удаленную работу мы решили, потому что, во-первых, это очень актуальная тема в последние месяцы. А еще, потому что это интеграция про онлайн-университет SkyPro от основателей онлайн-школы SkyM. В первую очередь в SkyPro учат востребованным IT-специальностям. И далеко не все из них связаны с программированием и математикой. Одна из самых доступных специальностей для новичков в IT, которая не требует технического образования, тестировщик. И в SkyPro есть отдельный курс инженер по тестированию. Основная задача тестировщика находить уязвимости и ошибки в IT-продуктах, чтобы с ними потом не сталкивались пользователи. И помимо низкого порога входа в этой профессии есть еще пара ощутимых плюсов. Вы можете выбирать продукт, который тестируете и который интересен лично вам. Сайты, мобильные игры, приложения. Это отличная возможность проверить, насколько вам вообще подходит IT-индустрия. Если решите в ней развиваться, со временем можете вырасти в программиста и продуктового менеджера. Все обучение происходит онлайн в течение 8,5 месяцев. Это 10 часов в неделю. Вы можете заниматься из любой точки мира и совмещать со своей основной работой. Вы будете заниматься реальными проектами, которые можно добавить в портфолио. А поиск работы по новой специальности сможете начать уже через 5 месяцев после начала обучения, как только освоите все базовые навыки. Еще один важный момент. В SkyPro оказывают уникальную помощь по трудоустройству. Поддержка в поиске и гарантия новой работы довольно распространенное обещание, но в SkyPro за этим скрывается реальная комплексная помощь. Тут делают все для того, чтобы каждый студент по итогам учебы получил новую работу. И все гарантии прописаны понятным языком в договоре. Для этого от самих студентов также требуется следовать советам карьерных экспертов, активно отправлять отклики и посещать собеседование. А если вы захотите устроиться в иностранную компанию, то SkyPro поможет составить грамотное CV и написать эффективное сопроводительное письмо. Записаться на курс инженер по тестированию можно по ссылке под этим видео или по этому QR-коду. А по этому промо-коду получите скидку 50% на все курсы SkyPro. Вперед! Что после Муз-ТВ ты считаешь своей самой любимой работой? Если выбрать одну. Ну я так не могу. У меня любая работа любимая. Ну практически. В основном там 99%. Просто иногда бывает ради денег. Ну прям совсем ради денег. Иногда? Сейчас совсем иногда. Хотя нет, сейчас даже нету. Я не помню, за последний год я ничего не делал ради денег. Специально для того, чтобы против души. Ну бывало, конечно, да. У меня достаточно долгий был период на НТВ, с которым я боролся с собой. То есть для меня это было тяжело. Я шел против себя каждый раз. Каждая пятница я... как в песне поется. Самое любимое, ну не знаю, театр. Наверное. Одна из вспышек твоей славы это сериал «Солдаты». Я в этом году услышал фразу про... Блин, какой же все-таки классный был сериал «Солдаты». 17, кажется, сезонов. Ну полтора десятка сезонов. Солдаты и ни одной войны. Ну потому что он не про войну. Он про людей. Но все равно, когда ты смотрел, ты даже представить не мог, что это там Папа Зоглый или кто-то еще. Он вообще будет когда-то воевать. И что в целом эти люди... И ты забывал в этот момент, что эти люди, их основное вообще предназначение это готовиться к боевым действиям. Почти пацифистский он выглядел. Ну возможно. Возможно. Я не задумывался об этом, если честно, но совсем не про армию снимали. Но у меня как раз мой герой был, он такой, про армию. Моему герою было не безразлично. Ему нужно было научить. Ему нужно было защитить. Ему нужно было... Ну он участвовал в процессе. А остальные было желание, да, как бы... Один должен, условно говоря, посадить, а другой убежать. Вот я из тех, кто должен был посадить на место. Не в тюрьму. Ты рассказывал. Я в сентябре 2021 года уже знал, что будет. Мне сказали, что случится то, что случилось. Да, это удивительная вещь. Кто тебе это сказал? Жена моя. Она мне показала... Вообще я тебе скажу так, только не 2021, а 2020. Это неправильная информация. Это твоя цитата? Нет, отнимается цитата. Или я ошибся сам тогда. Возможно. Но я думаю, что если ты это прочитал... Про это ты говорил на интервью в Израиле, когда ты сидел между двумя коллегами. А, смотри... Значит, в апреле 2020 года, когда вся вот эта вот история с ковидом началась, я говорил, слушайте, сейчас все это пройдет, у меня есть достоверная информация абсолютно от высших органов власти о том, что сейчас вакцину быстро сделаю, и все будет нормально. Все будет хорошо. Две недели, три недели. Мне моя жена принесла видео какой-то девочке из Италии. Катя, по-моему, ее зовут. Я, к сожалению, не могу вспомнить. Она известная достаточно, как вот блогер, которая ведет из Италии. Она очень много информации нарывает. Я не понимаю, откуда она ее берет. И она мне принесла и говорит, смотри, вот это будет ковид-паспорта в апреле 2020 года. Причем это начало апреля. То есть, если ты помнишь, 13 марта у нас, по-моему, явили пандемию. В том периоде, да. Да, я просто как раз прилетел, я летал со спектаклем, прилетел 13 марта, и 14 мы уже не смогли вылететь, потому что 14 закрыли. Все. Ну, в России уже. До этого в мире закрыли раньше. И она мне показывала периодически. Я крутил у виска и говорил, Юль, ну, женя моя, я говорю, хорошо, вот это что ты смотришь? Я говорю, это ерунда. Ну, правда, ребята хайпуют, ребята там делают свой бизнес. Они зарабатывают, получают донаты свои какие-то, ну, им хорошо. Она говорит, Аскар, ты не понимаешь. Я говорю, ну, возможно, я не понимаю. Ты знаешь, мне легче жить не понимая. Я тебе клянусь, вот я сейчас хочу быть дураком, мне это удобно, комфортно, потому что я в это не верю. И вот эти теории заговора, пожалуйста. Ковид-паспорта. Представить это было невозможно, если ты помнишь, в апреле 20-го года, что ты сможешь летать, только если ты уколешься, это невозможно было представить себе. Такого не было. И не дай бог, что было называется. И тогда же она сказала, что это все этапы одной, все время упоминался Клаус Шваб, упоминался его новый мировой порядок. Я даже пытался читать его книги. Это невозможно. Ну, то есть моей эрудиции не хватает для понимания вот того, что он пишет. То есть как бы слова вижу в буквы складываю, вернее, в предложение, я понять не могу. Я как чокша, играющий в поле чудес. Из анекдота. И она говорит конкретно, следующий этап это война. И вот мне Юля говорит, следующий этап это будет война. В апреле 20-го года, в конце уже. Я говорю, с кем? Она говорит, я не знаю. Ну, будет война. Ну, потому что это вот прям прописано, четко очень. Я говорю, где прописано? Она говорит, ну вот, смотри. Вот. И какую-то информацию там постоянно мне дает. И я, когда началась вот эта вся история, ну, когда начали разгонять сначала, да, если ты помнишь, в феврале, да, что вот сейчас русские войдут, русские войдут, русские войдут. Мы все смеялись. Я анекдот, помню, даже такой где-то в фейсбуке что ли у себя написал. Говорю, что погибут, Россия на войну не явилась. Ну, как бы шутили, но потому что никто не мог себе такого представить. Ну, вот. И, вероятно, вот насколько я сейчас понимаю, я уже не гнушаюсь никаких теорий. Еще раз. Ты так уверенно говорил, что ты знаешь на основании мнения девочки-блогера из Италии? Конечно. Нет, стоп. Посмотри, пожалуйста. И все? Подожди, стой. Я не говорил, что я знаю. Я сказал... Одну секунду. Сейчас вот прям... Я не знаю, как это вписалось в разговор, но я сказал о том, что будет война, я узнал в 2020 году. И рассказал эту историю. Почему? Точно так же, как сейчас тебе. Сейчас я отмотаю на цитату. Я ее переслушивал. Ну, я прям там чувствую себя хорошо. Больше скажу. Я весь прошлый год прожил в Киеве. Я уехал из Киева 22 августа 2021 года. Я снимался там в четырех картинах за год. Снялся. Да. Понимаете? И в сентябре месяце я знал о том, что будет. А-а-а! Это другое. Мне сказали уже в сентябре, что будет случиться то, что случилось. Это действительно. Это про другое. Я просто не понял, что ты имеешь в виду. Это я про другое говорю. В сентябре месяце 2021 года ко мне один мой киевский товарищ подошел. Мы с ним разговаривали. И он говорит, слушай, я там хочу летать, значит, ну, условно говоря, мне надо прилететь в Россию. Вот. И я без имен. Говорит, я хочу сделать как бы либо вид на жительство, либо что-то такое, чтобы мне удобнее было. И на что, это он мне рассказывает историю, на что ему кто-то из высокопоставленных, условно говоря, украинских товарищей, сказал, что не торопись, в феврале все будет по-другому. Будешь летать. Ему точно сказал кто-то высокопоставленный, а не девочка из Италии? Да. Ты это знаешь? Да. Почему Россия начала войну с Украиной? С удовольствием тебя спрошу. Ну, как ты, вот как ты себе представляешь, сидит такой Аскар Кучера, который никакого отношения не имеет к органам власти. Никаких высокопоставленных друзей, да, друзей у меня нет. Кто мне может рассказать? Девочка из Италии, почему началась война? Или Юра Дудь? Ну, реально. Поэтому я могу с тобой на кухне вот здесь сидя поговорить. Мое представление, почему? Ну, судя по тому, что, как я тебе уже сейчас сказал, в апреле двадцатого года вот эта девочка из Италии, как ты ее называешь, она реально роет документы. То есть, это была, ну, какая-то преднамеренная история, соответственно, да. Вот как я себе представляю, что это такое? Я могу ошибаться, да, потому что я реально вообще в политике не смыслю совсем. Но у меня есть какие-то представления о том, вот что происходит, да, допустим, Америка. Страна, которая перестала производить. то есть, я не знаю, производила она раньше или нет, что-либо, да, но и пандемия, и, я думаю, и до этого основательно все завалилось. И уровень жизни американский, как мне кажется, да, вот не этот красивый до девяносто пятого шоссе в Майами, а за девяносто пятым шоссе, он, ну, так скажем, как на Украине говорят такое. Понимаешь, о чем я говорю? Тебе кажется или твой анализ основан на цифрах? Нет, мне кажется. Ну, слушай, я смотрел какие-то цифры, возможно, я ошибаюсь, еще раз говорю, да? США остается одной из крупнейших экономик мира и до ковида и после. Вот и вот цифры, которые это подтвердят. ВВП на душу населения, Блин, как мне хочется сейчас прям даже в гугл залезть. Я совсем недавно разговаривал с моим товарищем, который отучился только что в Сколково вот это вот для бизнесменов уже, который большой NBA, да, но такой какой-то вот NBA, 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 знаешь, такой NBA, NBA, вот, и мы с ним разговаривали, потому что я никогда просто этим не интересовался, скажу тебе честно, ну так глубоко, так скажем, вот, поэтому у меня есть некое представление на основе разговоров с моими друзьями, которые увлекаются, углубляются. И вот ты мне сейчас говоришь, что остается там ВВП на душу населения и так, мне даже поспорить с тобой трудно, но я готов взять цифры и посмотреть. И насколько я помню, цифры были такие, что Америка не так высоко стояла. Хорошо, да. Твоя версия, у нее проблемы с экономикой, что дальше? Да, давай расскажи. Ну, надо же экономику к себе затаскивать, надо же, ну, чтобы деньги там не просто дулись, да, как говорится, не просто они печатались, а чтобы они еще были платежеспособными. Хорошо, допустим, твоя версия, что, значит, Америка, все плохо с экономикой, и? Переход, я переход не понимаю. Ну, нужно из Европы что-то вытащить, правильно? Так. Нужно ослабить Россию. Я, вот как я себе представляю, да, начинаются какие-то игры, ну, условно говоря, потому что, ты пойми, вот все, что я сейчас скажу, это полный бред. Вообще, ну, какая-то, знаешь, одна бабка сказала. Для чего? Вот ты, напрямую вопрос, ты понимаешь, почему? Да понятия не имею, почему. Но единственное, что я, в чем я уверен, это абсолютно не, чтобы завоевать Украину. Не для этого. А зачем? Ну, просто объясни мне, зачем? Если это так, вот если ты так считаешь, зачем? Давай разберем некоторые вещи. Смотри, ты скажешь, только я закончу про Америку. Да-да-да. если укоротить, ты просто высказывал в старых интервью, Америка ослабла, ей нужно больше денег, и она решила заварить конфликт в Европе для того, чтобы подпитать экономику. Ты вот, если коротко, ты так решил, ты так это видишь. Ну, это одна из вещей, конечно. ты просто высказывал ее в одном из интервью, я укорочу, чтобы не получилось, чтобы мы соскочили от мысли. Ты сказал, Россия начала эту войну точно не для того, чтобы завоевать Украину. Да, я уверен абсолютно. Что произошло 30, кажется, сентября в России? Ты имеешь в виду референдум? Как бы референдум, после которого Россия объявила о том, что Донецкая, Луганская, Херсонская, Заборожская области это теперь Российская Федерация. Что это, если не завоевание? Завоевание. Ты хочешь, чтобы я это объяснил? Ну, просто это не стыкуется, да, с тем, что ты сказал, что начали, не для того, чтобы завоевать. У меня есть очень много вещей, которые у меня в голове не стыкуются, которые я себе объяснить не могу. Вот я когда смотрел, там, до 30-го числа, когда все к этому шло, и я думаю, ну, окей, хорошо, наверное, это такой ход, чтобы, ну, либо устрашить, либо, ну, так вот, знаешь, как будто вот мы сейчас напряжемся, ребята, и если вы там что-то не сделаете, то мы тогда. И мы тогда бац, и никто ничего не сделал. И объяснить, для чего это было сделано, я не могу. Ну, я реально не политик. Никак не сделает? Что? Не сработала логика, учитывая, что Херсон уже отбили. Не сработало вообще. Более того, я тебе скажу, что вот мне много вещей непонятно. Да? Единственное, что вот я для себя понимаю, ну, вот я не могу так, как ты, наверное. Ну, не знаю, не могу. Как я что? Стоять против своей страны. Не могу. Кто тебе сказал, что я стою против своей страны? Ну, мне кажется, что ты категорически выступаешь против там спецоперации, против войны. Ну, против войны это нормально выступать, я тоже против войны выступаю, потому что любая война это ужасно. Ну, давай разделим. Смотри. Извини. Слушаю тебя. Давай разделим. Просто выступать против страны и выступать против государства, которое развязало самую чудовищную войну в 21 веке, это абсолютно разные вещи. Если у нас с тобой есть общезнакомые, то можешь у любого из них спросить мое отношение к России, даже не публичное. По-моему, про публичное все и так понятно, но, допустим, если публичный образ может каким-то образом с настоящим как-то различаться, то, думаю, знакомый тебе скажет, что он не различается, и они расскажут тебе, как я отношусь к России. А может быть, и ты сделаешь выводы, когда вспомнишь, как мы с тобой говорили перед началом этого интервью про Красную Поляну. я говорил, как часто я туда ездил, и как я радовался всему, что там происходит. Это раз. А осуждать государство, которое предпринимает безумные решения, не значит быть против своей стороны. Хорошо. Давай я тебе расскажу несколько вещей, с которыми столкнулся я, и которые меня начали коробить просто категорически. Маленький пример. Запрещенная в России сеть Facebook. 24 февраля утром я приезжаю со съемки, у меня ночная смена была, приезжаю со съемки домой, меня через 2 часа будет жена, я в 7 утра лег, в 9 утра она меня будет, и говорит, война началась. Какая война началась? С кем? С Украины. Как эта война началась? Начинаю смотреть, и первое, что я написал в Facebook, я говорю, что мы творим? С вопросительными там и восклицательными знаками. И это сообщение есть, я его не убирал. Дальше я начал пытаться понять вообще, что происходит, и здесь читаю, там читаю, тут читаю. Адский хейт идет просто какой-то невыносимый в сторону россиян всех. А дальше проходит, наверное, неделя, я ничего не постил, не было никаких вещей, мне там всякие гадости пишут и все. И мой следующий пост был, ребят, подскажите, пожалуйста, каким образом я могу сделать так, чтобы я мог видеть все комментарии, а не только избранные? Написал я. А дальше сдохнет тварь, умри гнида, расистская свинья, я вообще ни слова не сказал, ничего. Причем я, более того, я скажу, что я, наверное, тысячу раз там и в инстаграме, и в фейсбуке, и после этого нет. Я писал, что это, ребята, это безумие, давайте остановим, нужен мир, нужен мир, нужен мир. Вот. И полилось. Просто вот основная мысль, ты и твои дети сдохнуты вообще навсегда. И не важно, что я там, против или за, не имеет значения, вообще меня никто не спрашивал. Просто меня вот угадили, как бы, какие-то там хейтеры, да, по большому счету наплевать. Ну, естественно, потому что это кто-то, где-то, и это не мои близкие какие-то. А дальше я начинаю, ну, так вот возникло, я начинаю общаться с людьми из Донецка, из Луганской области, не из самого Луганского, из Луганской области. И справа, вот я видел у тебя там, вы разговаривали с Полосковой, по-моему, она говорит, пять человек погибло за 21 год, да, потом замечательный артист, который я очень люблю, который сейчас уехал, Артур Смоленинов, да, он сказал семь, да, или там пять-семь, ну, то же самое, вот, в Википедии я даже прочитал про это, ну, то есть я там разное прочитал, вот, потому что там факты разнятся, но был бы с ним. И мне ребята оттуда говорят, да мы в трэше живем, вы даже не понимаете, как, это, это было невозможно, просто, это было невозможно. А вот теперь давай немножко копнем просто назад, я перескакиваю, но я тебе сейчас, я может быть сумбурно сейчас попытаюсь донести то, что во мне накипело. Вот смотри, 2014 год, революция в Киеве. К власти нелегитимно приходят другие люди, то есть они не путем перевыборов, импичмента, ну, то есть как бы, как должно быть в цивилизованной стране, они просто пришли с вилами и устроили семнадцатый год. Кого ты имеешь в виду? Я имею в виду тех, кто устроил вот эту революцию, и там, кто пришли, там, эти, яйценюки, яйценюки, простите, и компания, да, потом Порошенко, соответственно, вот, а после Порошенко пришел уже у нас, насколько я знаю, Зеленский. Пришли люди с вилами, условно говоря, выкинули одного и поставили свое, и сказали, мы хотим так, а, говорит, ребят, подожди секунду, мы за другое голосовали, мы так не хотим, мы тоже здесь есть, почему вы нас не слушаете, а не хотите, а то, это как? Ну, то есть, ты считаешь, это нормально? С чего началась война на Донбассе? Расскажи мне, пожалуйста. Кто человек, который приписывает себе начало военного конфликта на Донбассе, и про который не просто приписывает, а который в целом доказано, что с него все и началось? Ты имеешь в виду, как его? Стрелков Геркин. Да. Сотрудником каких ведомств являлся Игорь Стрелков и гражданином какой страны он является? ГРУ ты имеешь в виду, и что Россия? Гражданином какой страны? Россия? Да. Да, хорошо. Вопрос. Если бы не Россия, я понял, что ты хочешь сказать, что Донбасс, война на Донбассе. Подожди, Юр, подожди, пожалуйста. Если бы не Россия, была ли бы война на Донбассе? Хорошо, смотри, для тебя Путин, это Россия? Нет. А для меня Стрелков, это не Россия. Ну, почему тут так вдруг? Ну, сотрудник силовых структур Российской Федерации, которые при большой поддержке оружейной и людей, очевидно привезенных из Российской Федерации, оказываются на территории другой страны. Другой страны. Есть какие-то доказательства? Есть большое количество расследований международных и независимых журналистов. И еще раз, есть его слова про то, что я со своим отрядом оказался там. И если бы меня не было, то там бы все закончилось так же быстро, как и в Одессе, в Днепре и Харькове, где тоже были люди, но там не удалось сделать так, чтобы эта территория перестала быть украинской. Скажи мне, пожалуйста, вот смотри, а давайте представим такую ситуацию, нарисуем кино, спектакль, как угодно. Вот в Одессе и Харькове у ребят не было своего Стрелкова. Правильно? А на Донбассе, в котором огромный, это богатейший регион, правильно? В котором огромное количество заинтересованных людей оставаться на той платформе, которая была, есть, которые способны за это платить и которые способны собрать войско в том числе. нужен человек, помогите. Кто? Пусть будет Стрелков. Почему ты не думаешь, что это было так? Почему ты считаешь, что какой-то Стрелков, ну просто подумай, Юр, какой-то Стрелков со своим отрядом вторгся на территорию и начал воевать со своим отрядом с Украиной. Ну ты понимаешь, что это звучит бредово вообще просто. Произошло то, что люди, которые были заинтересованы в том, чтобы Донбасс, ну вообще вот этот регион, не уходил под новое правительство украинское, которое никто не выбирал в этих регионах. Понимаешь, то есть просто произошел переворот, нелегитимный переворот. Ты согласен с этим? Какое? Секунду, ты согласен с этим? Я не согласен. Почему? Потому что выборы, на которых выиграл Порошенко, неважно симпатичный он или не симпатичный, президент, это выборы, которые признаны всем миром. Удивительная вещь. Вот ты посмотри, что ты говоришь. Смотри, приходят люди и свергают президента легитимно избранного. А потом устраивают свои выборы. Оскар. Юр, подожди, ну подожди, ну это же как? Отношение. Как это? Какое это имеет отношение к тому, что 10-11 месяцев российская армия уничтожает Украину? Так, подожди секунду. Ну в огороде Бузинае, в Киеве дядька. Ну подожди секунду, стоп. Ну смотри, как ты перескакиваешь. Я тебе задаю законные вопросы. Я начал от печки. Я говорю, вот 2014 год. Понимаете, вот то, что гибнут люди, там, про мой телеграм-канал ты можешь сказать, да? Сейчас мы, я перескочу тоже чуть-чуть. Я зацеплюсь. Еще раз. Ты хочешь короткий ответ? Россия в 2014 году аннексировала Крым, и после этого она начала войну на Донбассе. То есть Россия начала? Она поддерживала людей сепаратистски настроенных, не сепаратистски настроенных. Но в таком случае А отправила туда своих полевых командиров и поддерживала оружие. Тогда в 24 февраля, все, я тебя понял, 24 февраля 2022 года Россия, зная, что на нее нападут, сделала превентивный удар и напала не на Украину, а на тех американских и британских солдат и польских в особенности, которые там были. Мы, условно говоря, проводим спецоперацию на Украине, а против нас идет война. И не со стороны Украины, а со стороны Запада. Прям такая мощная, настоящая, с пиф-пафами, автоматами, оружием и наемниками. Бомбить инфраструктуру, из-за которой простые жители Украины остаются без тепла перед зимой, это нормально? Это катастрофа. Но не бомбить, насколько я понимаю, это значит дать возможность, чтобы работали военные заводы, чтобы были подвозы снарядов. Но мы воюем, что реально? Для меня Москва и Киев абсолютно одинаковые. Города вот просто всегда были. И так как я все-таки наполовину украинец, да, мой папа украинский еврей, ну я прям там чувствую себя хорошо. Больше скажу, я весь прошлый год прожил в Киеве. Ты прожил почти год в Киеве в 2021 году. Да. Снимаясь... Даже больше. Ну да, год. Почти в четырех картинах ты снимал, в проектах. Ты рассказывал, что за это время у тебя была встреча в Одессе с неким Марком, который главный... Как мне его представили. Да. Что за Марк? Как его фамилия? Я не знаю его фамилию, к сожалению. Мы встретились на книжке. Это, знаешь, да? Рынок. Рынок, да. Меня человек, который очень антироссийски настроен и с которым я сейчас общаюсь периодически. К сожалению, случилось у него неприятности, инсульт случился. Ну, неважно. Он меня гулял, причем он... Знаешь, как очень забавная история, когда на рынке попросили вот такого человека с такими усами, говорит он, дай нашим врагам рыбу продай. А он говорит, а почему враги? Он говорит, они из России. Говорит, а у меня в России врагов нет, кроме правительства. Так, что за Марк? Я откуда знаю, что за Марк? Мне его представили, как этот человек, который правый сектор, он у нас тут главный, вот по правому сектору. Кто такой, я не знаю, может быть, ты мне скажешь. Знаю только, что зовут его Марк. Он сидел, и мы разговаривали. Я его спросил, говорю, а зачем вообще вот это все? Для чего? Говорит, пока платят, будем работать. А кто платит? Пока платят, будем работать. Ну, ты не уточнял, тебе не стало интересно, кто платит? Я подумал, что платят американцы. Ну, и, собственно говоря, да, я так думаю. Ну, я не то, что так думаю, мне не он ответил на это. То есть нацисты в Украине есть? Ну, нацисты есть везде. А ты считаешь, нет? Ну, меня это интересует в контексте Украины, поскольку это одна из причин начала войны. Насколько я знаю, на эти причины озвучил Мединский, да, по-моему, деноцификация. Это Владимир Путин сделал. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. И причем в первую неделю войны он дважды, как минимум, обращался и говорил, когда он призывал военных киевских произвести бунт, и он сказал, что нам будет договориться с вами легче, чем с этими нацистами в правительстве. А ты считаешь, там нацистов нет? Еще раз, Оскар, мне интересно твое мнение, давайте я видео покажу. Просто армия России начала эту войну, и ты поддерживаешь армию России с одной из причин деноцификации. Поскольку ты это поддерживаешь, я хочу показать тебе это видео. Прокомментируй его, пожалуйста. Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Слава России! Слава России! Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Я вижу, да. Как ты это прокомментируешь? Ты узнал, кто это? Нет, не увидел. Это Дмитрий Рогозин. Я слышал, что он участвовал в свое время в... Ну, был фашистом. Я даже видел его какие-то фотографии, где он стоит с Зигхайлем, Зигуид. Есть они, ходят в интернете, я это видел. Этот человек возглавлял Роскосмос. Сейчас он важный человек на Донбассе. Ты правда считаешь, что он важный человек на Донбассе? Ну, это одно из лиц войны. Он много где появляется, он много куда приезжает в числе тех делегаций, которые приезжают в Херсон или Мелитополь и говорят, что Россия здесь навсегда. Как ты это прокомментируешь? Мне кажется, что... Нет, ну это трэш. А как это можно прокомментировать? А как ты это прокомментируешь? А как это любой нормальный человек прокомментирует? Супер, отличная реакция. Давай еще прочитай несколько вещей. Нет, подожди секунду. Подожди, подожди. Ну, слушай, ты смотри. Я понимаю, что это твое шоу. Нет, мне важно. Оскар, ты важный посыльный в этом. Да еще... И мы после этого будешь говорить. Мне просто важно, чтобы ты услышал дальше. Значит, напоминаем. Денцификация Украины. Несколько деталей, кто воюет за Россию сейчас. Постараюсь коротко, хотя вот здесь вот появятся подробные тексты, чтобы сейчас времени занимать. Участники русского имперского движения воюют за Россию. Они относятся к культроправым анархистам, антисемитам и антииммигрантам. Сайт движения и некоторые номера печатного издания организации внесены меню с там федеральный список экстремистских материалов. Воюет объединение Русич. Русичем руководит Алексей Фридц Мельчаков, известным тем, что несколько лет назад убил щенка и выложил фото в соцсети. МК, вполне себе государственная газета, вполне себе прокремлевская газета, писала об этом заголовком «Фашист-живодер из Петербурга поехал воевать за ополченцев ЛНР». Много раз публиковал фотографии со свастикой. Шеврон Русича, калавраты. Несколько месяцев назад день рождения Гитлера один из членов Русича около автобуса с цифрами 88 выложил пост. Сегодня день рождения у нашего соратника и друга, который стал примером для многих из нас. Несмотря на свой преклонный возраст, и несмотря на то, что уже сейчас его давно с нами нет, его дело и слово живет в наших сердцах и вдохновляет нас бить укрбольшевистскую мерзость и умножать славу Великой России. Ну и, наконец, Денис Пушилин 3 апреля вручал награды бойцам народной милиции, участвовавшим в наступлении на Мариуполь. И в официальное видео попало, как он вручает медаль одному из военных, у которого нацистская символика на форуме. После того, как поднялся скандал, этот фрагмент вырезали из видео. Ты его покажешь у себя вот в этих... Да, да, да. Но это была очень известная история. Правильно ли я понимаю, что если вот, например, всю эту информацию сейчас прочитает там люди, например, из Китайской народной республики, возмутятся этому, введут войска в Россию, то для тебя это будет нормально? Скажи, пожалуйста, в Китае живут русские? Вернее, неправильно. Китайцев весьма может интересовать нацизм в государстве, с которым они граничивают. Так нельзя построить вопрос, Юр. Прости, пожалуйста. Это не имеет отношения к тому, что происходит там. Вот ты мне не дал договорить, потому что я тебе сказал, давай я расскажу тебе, что я знаю дальше. Вот я общаюсь периодически с ребятами, которые приезжают оттуда. Так получилось. У меня было одно общение до всего этого дела, когда просто был конфликт АТО, так называемый, со стороны Украины, и война Донбасса, именно Донбасса, еще тогда не российского, с Украиной. Вот сидят в окопе, ну, ребята рассказывают, вот так вот, говорит, спички есть? Один другому говорит, есть, не стреляй, дай прикурить. Пошел и обратно к себе в окоп. Так вот это было. И вернее, и так тоже было. То есть прикурить дал кто-то с противоположной стороны? Да, с противоположной стороны, да. Ты не сомневаешься, что все так и было? А зачем врать? Ну, а для чего? Я вот, знаешь, могу сомневаться там во многих вещах, которые просто, ну вот, кто-то рассказывает, а когда ребята сами это рассказывают, другое. И когда рассказывают сейчас, секунду, когда рассказывают, что сейчас происходит, и говорят, там, вот ребята приехали, говорят, а мы там не слышим украинской речи, польская и английская. Вот с кем мы воюем там. Вот ты мне сейчас привел примеры там Рогозина, который зигует, да, и про которого известно, и который сейчас не является представителем России там. Он там по своей воле. И насколько я понимаю, его в какой-то момент отлучили. Я не знаю этого. Я не могу сказать, я не знаю Рогозина. Никогда в жизни с ним не общался. То, что он периодически говорит, я иногда иронизировал над этим у себя в Телеграме. Ты можешь это тоже посмотреть, потому что я ничего не удаляю. Ну, потому что это трэш периодически. То, что он там с маском, когда у них были переписки. Ну, знаешь, как обычное рука-лицо. Вот. Суть не в этом. Сейчас, насколько я понимаю, и вряд ли ты мне докажешь обратное, Рогозин не является представителем России там. Рогозин. Он является известной личностью в силу обстоятельств. Да. Первые месяцы войны он был руководителем Роскосмоса. Он был более чем государственным, принимаемым Путиным человеком. Давайте не обсуждать. Конечно, не обсуждать. Он один из стоп-менеджментов государства. А потом его убрали. Видео, которое я тебе показал, десятилетия. Он по поводу него не высказывался, не раскаивался, не говорил, что его мысли поменялись. Что если бы он сказал, что мои мысли поменялись, я был балбес, теперь я так не думаю. Я хочу тебе задать один простой вопрос. Есть Россия, которую ты поддерживаешь в том, что она вторглась в Украину с одной из целей денисификации. И есть огромное количество ультраправых людей, которые бегают вообще-то внутри страны, бегают в большом количестве, а потом еще принимают участие в боевых действиях со стороны России. Не кажется ли тебе неправильным, что не решив эту проблему у себя, Россия лезет кого-то с ней учить и под этим знаменем лезет уничтожать города, села и жизни людей. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ты в России когда-нибудь видел шествие нацистов? Оскар, я задал вопрос, и тут хотел бы что-то ответить. Ну, конечно. Я не могу представить, как конкретнее сформулировать. Не, подожди секунду, потому что смотри, вот ты говоришь. Ты поддерживаешь то, что Россия вторглась на Украину, потому что денисификация. Это официальная причина первых месяцев войны. Хорошо. Спроси меня, Оскар, ты поддерживаешь войну? Ну, задай мне вопрос простой. Ты поддерживаешь армию России, которая принимает участие в этой войне, и ты поддерживаешь Владимира Путина, или не поддерживаешь Владимира Путина? Владимира Путина поддерживаю в чем? В той политике, которую он ведет в 2022 году. Я сейчас, скажу тебе честно, пытаюсь хоть как-то понять вообще, что происходит. Мне трудно поддерживать или не поддерживать человека, когда я не понимаю логики его действий. Понимаешь? Я знаю одно, что я поддерживаю свою страну и пацанов, которые отдают своей жизни. Я поддерживаю. И я буду поддерживать. Понимаешь? Потому что это моя страна. И поэтому, когда возникла ситуация, когда сказали уезжать, ну и, слушай, сейчас есть возможность уехать. Я сказал, никуда не поеду. И я не... Чтобы ты понимал, я ни копейки денег с этого не заработал, вот чтобы ты понимал. У меня не открылись никакие горизонты. У меня не появилась новая работа. У меня не появились какие-то связи. Меня не пригласили в Кремль или куда-то еще. Или какую-то государственную работу дали на государственном телеканале. Я тут мне позвонил журналистка и говорит, а вы действительно сказали, что вы хотите пойти на место Ивана Урганта? Я говорю, что? Я говорю, ну вот мне там кто-то что ли? Я говорю, вы с ума сошли что ли? В жизни. Вот. Поэтому я не пытался... То есть, чтобы ты понимал, когда ты со мной разговариваешь, что я никакого бенефита с этого дела не получаю. Я поддерживаю. Для меня страна. Это мои люди. И эти люди сейчас гибнут. Единственное, что я хочу, чтобы это все прекратилось к чертовой матери. Понимаешь? Вот это единственное, что мне надо. Разбираться вот так... Я не могу ее не поддерживать. Понимаешь? Почему? Ну я не знаю. Я не могу тебе этого объяснить. Я чувствую это внутри. У меня болит. Понимаешь, в чем дело? Ты мне говоришь про фашизм, который есть в России. Я говорю, блин, и в России есть фашизм. Вот ты мне говоришь, смотри, 21-й год. Я иду по улице Киева. Ко мне подходит чувак и говорит, а ты что тут делаешь? Ты много раз рассказывал эту историю. Так слушай. Ну это же история была. Это повод для того, чтобы вторгаться на территорию Украины. Для меня нет. Для меня нет. Но у меня есть ощущение, что, наверное, есть что-то, о чем нам с тобой, Юр, не рассказывают. Вот у меня есть такое ощущение. И чем дальше все это дело происходит и глубже, тем больше у меня это ощущение устаканивается. Понимаешь? И тоже, скажи, пожалуйста, вот замечательно китайцы выступили где-то летом, по-моему, или весной это было, когда говорят, если у вас на личной площадке два соседа дерутся, вы им палки дадите в руки для того, чтобы они убивали друг друга или остановите? Почему, объясни мне, пожалуйста, до входа в состав России ЛНР, ДНР, Херсона, Запорожья, почему америкосы и европейцы не остановили все это дело? Ну объясни мне, почему? Почему не посадили за стол переговоров, имея возможности, опичкали оружие, пичкали оружием? Почему? Так, еще раз, Оскар, ты снова в сторону ушел. То есть ты не поддерживаешь Путина сейчас? Слушай, если Путин сейчас на стороне России, то я поддерживаю Путина. Путин на стороне России? Сейчас у меня ощущение, что да, и чем дальше это идет, тем больше я это вижу. То есть ты поддерживаешь Путина? Да, сейчас да. Все, еще раз, тогда снова следим за руками. Жаль, что потратили на это несколько минут, чтобы ты все-таки согласился. Не, подожди секунду. Ну, нормально, это работа, мы проработали. Все нормально. Мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы если ты из нашего разговора вырежешь только здесь я поддерживаю Путина, все-таки чтобы ты сохранил нашу рейс. Не, не, вся цепочка сохранится. Да, потому что это важно. Нет, вся цепочка сохранится, я обещаю, что вот все это будет. Еще раз, Путин, которого ты поддерживаешь, начал войну по деноцификации. Я повторяю вопрос, заданный пять минут назад. Я не считаю, что это война, я не верю в деноцификацию. Окей? Я не верю в демилитаризацию. Я не понимаю, что это такое. Я не понимаю, что это. Я у себя в телеграм-канале не так давно написал, скажите, пожалуйста, мы победили, это когда что? То есть ты согласен, что эта причина ложная? Думаю, да. Я думаю, что о истинной причине нам не говорят. Ну, так мне кажется. Все. Потому что, скорее всего, я думаю, что это более глобальная война, нежели война с Украиной. Да? И эта спецоперация направлена не против Украины. Вот мое мнение. Потому что я не могу себе представить, как это... Ну, у меня в голове не укладывается. Я тебе клянусь, как можно напасть на соседа, условно говоря, да, и для того, чтобы на него напасть. Ну, честно. Все. Я услышал, что деноцификацию ты не приемлешь. Ты не принимаешь как причину. что это такое. Как причину я это не принимаю. Нет. Твоя цитата. Это наше геополитическое право дружить с Украиной. Это твои слова. Ты их произнес в интервью YouTube-каналу Настоящие. Так я сказал, геополитическое право. Право, да. Объясни, что такое право дружить. Ну, вот мы имеем право с тобой дружить? Ну, правда, у нас же есть... Любой человек имеет право на свободу и одна из этих свобод дружить с другим человеком. Вот и все. Как еще по-другому это объяснить? Ты это использовал как аргумент по поводу того, что мы имеем право геополитическое, что это Украина партнерствует с нами, а не с западным миром. Именно в этом контексте ты это говорил. Поэтому я тебя спрашиваю, что такое право дружить? И геополитическое право. Вот геополитическое право это я что-то ляпнул, если честно. Я сейчас пытаюсь разобраться, что это такое... Я прям так и сказал? Да. Это прямая цитата. Геополитическое право. Я переслушал несколько раз, да. Геополитическое право дружить с Украиной. Ты как говоришь периодически в своих интервью я идиот, я могу не понимать. Ну, я вполне возможно, что в данном случае тоже вот это геополитическое право что-то ляпнул. Я, ну, знаешь, в эмоции я могу сказать, что из меня там летит что-то... Так, то есть ты не можешь это объяснить? Слушай, нет, подожди. Я понимаю, что я имел в виду. У нас, скорее, есть, наверное, историческое право, а не геополитическое. Да, то есть у нас общая история. И история России и Украины, она по большому счету едина. Мы разные страны, безусловно. но народ настолько перемешан, что слов не... Кстати, знаешь, я тебе что скажу сейчас? Я сейчас в лифте ехал, в гостиницу у себя. Захожу в лифт, девушка заходит, женщина с ребенком. Говорят мне, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Улыбаются стоять. Я говорю, как отдыхается? Они говорят, хорошо, мы с Украины. Я говорю, ух ты ж, держитесь, ребят, держитесь. Спасибо. Вы хороший человек. А вот ты сейчас пытаешься топануть меня с точки зрения разделить на черное и белое. Вот я хочу сказать, прям, что все наше интервью сейчас с твоей стороны проходит как давление либо так, либо так, а это не может быть так. То есть вот либо хорошо, либо плохо. Вот я тебе говорю, что я внутренний, ты спрашиваешь, почему я поддерживаю свою страну? Я не могу ее не поддерживать. Я не знаю, я не могу тебе этого объяснить. Это, 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 одну секунду в крови. Поддерживаю я войну? Нет, не поддерживаю. Поддерживаю я свою страну, ребят, которые там гибнут? Поддерживаю. Хочу ли я помогать им? Хочу. Хочу ли я остановить все это? Хочу. Ты будешь считать, что я хочу сидеть на двух стульях? Нет. Просто мне кажется, мне кажется, что вот, условно говоря, можно осуждать и отодвинувшись в сторону, кричать там, как вот многие мои знакомые нынешние, эммигрировавшие, да, мрази твари, как вы жить будете, как вы детям будете в глаза смотреть. Вот. А можно, наверное, по-другому. Ну, мне кажется, я с тобой не так разговариваю. Нет, ни в коем случае. Нет, 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 дружище, ты что? Вопрос, который я спрашивал про этот статус. Как ты относишься к тому, когда к тебе кто-то подходит сфоткаться и делает это навязчиво? Не воспитано? Ну, просят о фотке, о селфи? Ну, я вообще вот, бодречество не очень люблю, если честно. В принципе. Тебе не нравится? Нет. Потому что, ну, как бы, навязчивый по принуждению. Ну, знаешь, когда к тебе подойдут, давай, сфоткаемся, да, ты вот это имеешь в виду? Да, ну да, я говорю, руку уберите, пожалуйста. Не кажется ли тебе, что поведение России по отношению к Украине это ровно то же самое? Ну, давай так. Мне прям, мне категорически не хочется говорить про 8 лет Донбасса, прям вот просто я себе сказал, что я не буду говорить эту фразу у тебя в эфире. Просто не хочу. Не хочу. Я, ты мне не дал договорить, я начал с того, что я на протяжении долгого времени, да, которое было до войны, до 24 февраля, несколько раз общался с людьми оттуда. Последний раз это было, ну, я имею в виду до 24 февраля, это было, по-моему, в январе, когда уже каша вот эта вся заворачивалась. Меня вез таксист из Донецка, который рассказывал, что только что чудом вывез оттуда свою семью, потому что жить там невозможно, потому что это постоянные бомбежки, это постоянные нападки, и это состояние какое-то адское. Я смотрел, как говорил Артур Смоленинов, да, говорил, почему-то с одной стороны все хорошо, а с другой стороны все плохо. Мне хочется сказать, Артур, ну, представляешь, так бывает иногда, да, что с одной стороны летит, а с другой стороны не летит, и поэтому там хорошо, а здесь нет. Я вот с людьми общался, и они говорили, что они хотят в Россию. Я тебе честно скажу, это никакие не пропагандисты, это простые люди, а цахи. Понимаешь, они хотели в Россию. Они говорят, мы русские, почему нас лишают? С чего началось все вообще? Ты вспомни, пожалуйста, что они сделали? Они лишили, решили лишить русского языка. Правильно я помню? Поправь меня. Разве нет? Я прям готов сейчас залезть в даже в Википедию тоже. У нее есть государственный язык. В Латвии проблема с русским языком и в других странах Балтии, ну, в том смысле, что есть национальные языки, и там документы оборота, все остальное на нем происходит уже много-много лет, с момента их независимости. Да. И что? Почему тебя так это не волновало? Подожди секунду, а в Латвии не запрещали русский язык? Только в последнее время по-моему стали... Что значит запрещали? Что значит запрещали? Что ты... Когда последний раз в Киеве был? В 2013. Ты сейчас расскажешь историю про то, как ты ходил в магазин, и продавщица тебе... Да это во всех магазинах так. И продавщица тебе шептали, и все остальное. А ты считаешь, это неправда? Скажи, а вот как это объяснить? Я считаю, что что бы ни происходило в государстве независимом, мы не должны туда сувать нос. Подожди, но если там... Никогда вообще, и тем более, когда огромное количество проблем внутри своей страны не решено. Это правило, которое должно работать, и по которому мир в целом, в общем, старается следовать. Прекрасно. Можно я тебе пример приведу? Ты живешь в доме, и в соседней квартире у тебя, не твоей, взрослый мужик, как сказать помягче, бьет свою жену. Ты вызывал милицию. Раз. Приезжали. Два. Три. Ты понимаешь, что ты в состоянии этого мужика врезать, чтобы он успокоился. И сказать, что если еще раз, врежу сильнее. Это нормально? Это сравнение некорректно, поскольку в твоей собственной квартире идут избиения жен и буквальные, при том уровне домашнего насилия, которое есть в России. В твоей собственной квартире, если мы воспринимаем квартиру как страну, огромный уровень нищеты, огромное расслоение, колоссальная коррупция. Как выясняется армия, в которой огромное количество проблем, твоя квартира максимально не обустроена. И то, что ты из нее пытаешься еще куда-то высовываться и фиксируешь на предмет того, что происходит в других квартирах, как минимум бессовестно по отношению к тем, кто в твоей квартире живет. Хорошо. Давай сделаем так. Вот твоя квартира, в которой все, что ты сказал, есть, она состоит из огромного количества комнат. А ты просто достаточно зажиточный боярин такой, живущий в этой квартире. и у тебя прислуга. И у тебя прислуга. И ты говоришь своей прислуге, у нас все хорошо. Они тебе говорят, да, у нас все хорошо. Говорят, точно? Точно. И ты такой выходишь ночью в своей ста-комнатной квартире, не спится тебе, решил прогуляться. И гуляешь куда-нибудь до 14-й комнаты. Открываешь дверь, а там пауки, тараканы и гнилью пахнет. Ты к себе одного из слуг вызываешь и говоришь, это что такое? Простите, не заметили, больше не повторится никогда в жизни. Раз. Заглянул туда, а там все чистенько и хорошо. Ну, отлично. При этом ты слышишь стук из соседней квартиры. Один, другой. Ну, ты же, ты не живешь только здесь или только здесь? У тебя на 360 градусов все равно, понимаешь? А это твой ближайший сосед. У вас дверь в дверь. И ты это слышишь. Да, у тебя есть проблемы. Но эти проблемы тебе сейчас, вот в данный момент, прям очевидны. Ты вмешаешься, хотя у тебя тоже бардак. Но при этом ты чувак нормальный. Ну, будем считать. И он вполне возможно, нормальный чувак, но не туда зашел. Условно говоря, понимаешь? Мы же не говорим, мы же не про уродов сейчас с тобой разговариваем, да, моральных, вот изначально. В принципе-то, ну, люди, когда, ну, до того, как они к власти пришли, они вообще иногда нормальными были, наверняка. Мне хочется верить в это. Возможно, потом что-то случается. Но как вот, вы все валите на Путина. Ну, как один человек спасает? Вот смотри, я тебе простой пример приведу. У нас в фитнесе, в спортклубе, да, вот есть один клуб, и в нем работает все, как часы. Все тренеры, все, все идеально все работает. Мы купили второй и третий, и понеслась. Просто ты тут только так, договорились, договорились, сделаем, сделаем, все, собрание провел, раз в неделю собрание проводишь. Уходишь, а потом тебе знакомый звонит, и говорит, слушай, у тебя там треш, у тебя тренер, ну, его надо гнать за шею. И тогда ты говоришь, слушай, а если я их всех выгоню, кто работать-то будет? Ну, так занимайся своим фитнесом, а не бери вооруженные формирования, танки и артиллерии. Подожди, и не иди учить жизни ворлд-класс. Не иди учить жизни другие сети фитнес-клуба. одну секунду. Хорошо, смотри, ты, ты профессионал своего дела. Ты знаешь, как нужно. Ты потому, что ты учился, ты делаешь, и вот у тебя в ближайшем окружении вообще все, в принципе, очень хорошо. И ты приходишь в ворлд-класс, например, и видишь, какой треш происходит. Ну, ты подойдешь, я подхожу, я тебе клянусь, я прям честно, потому что я часто ворлд-классе занимаюсь, и когда я периодически вижу этот треш, я подхожу и говорю, дружище, ну, он у тебя сейчас спину сломает, зачем ты это делаешь? А, да, нормально все, ага, поправь здесь вот так вот, да, все хорошо. Я что, не имею права это сказать? Сто процентов. Но прийти с оружием к нему, ты права, не имеешь. Послушай, смотри, вот я тебе сейчас метафору, а ты мне прямой контекст. Фу, ну так, ну Юр, ну я же тебе говорю, метафора же в этом, метафора же в том, чтобы она отражалась в происходящем. Если у тебя сосед стреляет в свою жену, стреляет в свою жену, да, у тебя тут тоже проблемы, но ты его слышишь, он у тебя прям здесь за стенкой, у тебя туда сто комнат, но он вот прям здесь, и он стреляет в свою жену, ты возьмешь оружие и пойдешь хотя бы пригрозить ему? Или нет? Я тебе объяснил, почему это некорректное сравнение? Нет. Я тебе объясняю, что не может быть такого, что вот один так, а другой так. Если мы говорим метафорично, да, то я тебе привел очень конкретный пример. И из него выйти тебе, ну, невозможно, к сожалению, потому что это так и есть. Конечно, вот я тебе скажу, в любом случае, ни в жену стрелять ненормально, ни с оружием к соседу идти ненормально. Это все ненормально. Но возникает ситуация, когда из двух зол надо выбирать меньше. Хорошо, пример. А если жена, например, это еще и твоя сестра? Секундочку. Китай смотрит на то, что происходит в Хабаровске. Так. По беспределу задерживают губернатора. Я не обсуждаю, что это за губернатор, в какой партии он состоял, но очевидно, его задерживают не по тем причинам, что вдруг вспомнили про преступление, его задерживают из-за того, что слишком популярным стал. Огромные волнения народные в Хабаровске. Китай, который находится рядом, очень рядом, который могут беспокоить то, как происходит, и китайцев в целом много на тех территориях Российской Федерации. Да. Он это видит, ему это кажется избиением граждан, а там бьют граждан тоже, в том числе. И Китай вводит войска разбираться с Россией из-за того, что в Хабаровском крае, как ты выражаешься, муж бьет свою жену. Правильно я понимаю, что ты тоже это поддерживаешь? А я тебе скажу так, тут есть обратная сторона медали. Ну подожди секундочку. Наверное, для начала Китай, ну как минимум, должен позвонить хозяину квартиры. Я понял. Все эти он сделал, был послан. Ну тогда Китай должен думать, зайдет он и что будет. Понятно. Я понял. То есть ты считаешь, что Китай, раз мы вправе были пойти разбираться в Донецк и Луганск, которые часть другой страны, то и Китай вправе прийти разбираться в Хабаровск, если там случится беспредел. Юр. Я понял. Твое молчание лучший ответ. Поехали дальше. Поехали дальше. Подожди секунду. Я же задумался. Подожди. Я пытаюсь подобрать слова для того, чтобы объяснить тебе и дать ответ. А ты видишь, как сразу передергиваешь. В Китае, ой, в Хабаровске винтят китайцев? В Хабаровске живут китайцы? В Хабаровске большинство это подданные другой страны, ассимилировавшиеся в другой стране, соответственно, обратно. Ну, что ты задумался? Донецкие, луганские люди, граждане Украины были в 2014 году. Абсолютно большинство. идентифицирующие себя как русские люди. Ну, может, мы еще будем с черепа измерять или что-то еще? Мы сейчас говорим про принадлежность к гражданству, а не тому, кто и как себя идентифицирует. Они жили в составе Украины, они жили в составе Украины весьма счастливы. Подожди, весьма счастливы. Да, согласен. Светущий Донецк ты помнишь, а может быть это. Поэтому неважно, как кто себя идентифицирует. Тогда ты мне объясни. Вот смотри, ты же не даешь ответ на этот вопрос, потому что я же с тобой сейчас в разговоре, я не пытаюсь тебе отвечать, я пытаюсь с тобой разговаривать. Понимаешь, в чем дело? И, конечно, у меня нет ответов на вопросы, на большинство твоих вопросов нет ответов, так же, как, наверное, у тебя их нет. Ну, кроме того, что напасть на другую страну хорошо, нет, нехорошо. Убивать людей хорошо? Нет, нехорошо. Это очевидные постулаты вообще, которые, ну, они не могут быть хорошо или нехорошо, тут двух мнений быть не может. Но есть нюанс, понимаешь, в чем дело? Потому что, еще раз говорю, с самого начала нашего разговора, я тебе все время говорю, жизнь не черная и белая. И существует очень много течений, в том числе подводных, да и надводных тоже, понимаешь, которые заставляют попасть и вводят в этот круговорот. Понимаешь? Вот, смотри, 14-й год, люди в Донецке не согласились. Пришел туда, ты говоришь, Гиркин? Окей, хорошо, пришел. Правильно он сделал? Нет, неправильно. Официально он пришел от России? Россия, что-нибудь, одну секунду, что-нибудь Россия когда-нибудь говорила, что это мы, мы хотим, мы воюем. Никогда, всегда открещивалось. Нас там нет, армии там нет. Я знаю людей, к сожалению, так получилось, но через знакомых, которые пошли туда воевать в 14-15 годах. Они потому что другого ничего не умеют. Они пришли с одной войны и пошли на другую просто. Пошли сами по контракту, наемниками туда. Секунду, Юр, подожди. И, но к ним присоединилось огромное количество людей. При этом, Украина почему-то, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с ними, решила их бомбить. Ты мне можешь объяснить, какого хрена? Скажи, пожалуйста, а вообще, в принципе, после того, что у нас раскрыл Порошенко и после того, что раскрыла Меркель, вообще, о чем мы с тобой тут говорим? Это же сплошное... Что раскрыла Меркель? Ну, Меркель сказала конкретно, что никто не собирался выполнять договоренности Мински. И Порошенко сказал, что никто не собирался выполнять Минские договоренности. Ну, это с этим не поспоришь, ну, блин, ну, это так. Ну, а Минские договоренности, это так. Это, ребята, никто не собирался входить в Украину. Никто не собирался, как называется, аннексировать, да, Донбасс. Никто не собирался до 24 февраля. Да, я скажу больше, до какого ты говоришь 30 сентября октября сентября до 30 сентября так объясни мне люди 8 лет я сейчас не говорю про обстрелы и убивания нет вводили за нас с минскими соглашениями один вопрос вы почему не подпишите их вы почему не не соблюдаете все же были смотри и французы и кто там еще в мест соглашениях принимал участие господи вылетал все из головы если честно просто я только что спектакль выпустил у меня вообще знаешь все это как режиссер мою первую работу сделала и аскаре скажешь сказать объясни мне пожалуйста я объясню тебе очень простую ничего этого бы не было если бы не аннексия крыма и не поддержка войсками оружием деньгами и всем войны на донбассе со стороны россии это сделала российская федерация это плохо что аннексия крыма оттяпать кусок чужой территории конечно это плохо а скажи мне пожалуйста а лишиться черного моря ну давай так это просто не секунду я принял по-честному у нас там флот да в сентябре тринадцатого года на сайте пентагона а ты хочешь сказать нет аскар я хочу тебе сказать одну вещь когда россия начала войну с украиной в нато вступили швеция и финляндия финляндия это сотни километров общей границы с россией и вот эта логика по поводу ракеты были бы рядышком теперь эти ракеты совсем рядышком подожди секунду это ну во первых ракет нет одну секунду страна еще раз общая граница с нато у нас увеличилась гораздо больше но это немножко другая вещь абсолютно перестань ну конечно ну юр ну перестань ну ты сейчас прям честно смотри я тебе говорю про черное море сейчас даже не про ракеты нато скажи мне ты ты же читал эту информацию она была в открытом доступе на сайте пентагона в сентябре тринадцатого года до начала всех майданов и прочего они вывестили по моему как это называется господи на строительство военной базы в крыму тендер объявили ну ты же знаешь про это аскар я тебя еще раз сказал если финт аннексии крыма в том чтобы нато не подобралось к нашим границам то финт не сработал хорошо мне смотри ты сейчас со мной разговариваешь как с политиком который еще разбирается в войне не надо я тебе тоже аргументирую я аргументирую тебе смотри я когда ты говоришь я не знаю почему или интенсификацию я не принимаю я же сразу отстаю потому что как бы а тут ты уверен я абсолютно уверен тебе говорю ты знаешь про то что в сентябре тринадцатого года на сайте пентагона был вывешен тендер на строительство базы в крыму военной я не знаю не знаешь хорошо я тебе рассказываю и это очень много обсуждалось прессе ну в во всяком случае все это я просто прессу и телевизор не смотрю мне просто нет телевизора и газеты я читаю только исключительно в интернете это статьи они газеты так вот этого было много далее крым это черное море правильно где у нас еще черное море с выходами краснодарском крае куда выходит что но мы к турции подплывем из краснодарского края пожалуйста через украину море же через украину можно через украина можно вдоль берега с турции пожалуйста от адлера вниз поплыл и ты там минуя грузию уже в трапзоне то есть у нас грузия который вообще не френдли к нам у нас украина ну и турция которая вечный бенефициар всего вопросах россии то есть мы мы лишаемся флота черноморского в крыму правильно который у нас по договоренности был я сейчас боюсь наврать и показаться идиотом но у меня когда-то давно был разговор с одним из наших военачальников который рассказал что если бы мы не зашли в крым то черного моря мы бы лишились и купались бы в своей акватории все верю я в это я хочу в это верить ночью верить да хочу верить да ну так же как я хочу верить что были очень серьезные причины для начала свого я хочу верить знаю я их нет не знаю хочу узнать конечно хочу как любой человек важный мотив там и твои телеграм-каналов твоих выступлений то что ты говоришь сейчас это твое отношение к америке то как ты про нее говоришь например одна из цитат украинцы посмотрите кто вами управляет откуда он имеется ввиду зеленский берет деньги ты имеешь ввиду то что украине деньгами сейчас помогает соединенные штаты америки помогает хорошая помощь кто помогал в долг кто помогал советскому союзу когда он воевал против вопросов нету вообще никаких вопросов нет нет тут я по это бессмысленно спорить даже я скажу тебе больше мы без америки бы не выиграли я абсолютно в этом уверен если тогда сша помогали лэнд-лизом советскому союзу которая начали помогать дружище подожди да это говорю да это говорю помогать советскому союзу который боролся с агрессором гитлеровской германии сейчас америка помогает лэнд-лизом стране которая борется с россией может быть причина тогда не в том что америка какая-то плохая страна которая всегда думает о том чтобы нас уничтожить а о том что агрессор просто поменялся нет ни хрена я сейчас прям не хочу этими тезисами с телевизора говорить я их слышу на смотри значит что касается великой отечественной войны когда ну если у тебя такие обширные знания ты готовился к этому интервью когда начали помогать американцы лэнд-лизом что называется россии после перелома когда они увидели кто начинает проигрывать скажи пожалуйста американцы не помогали гитлеру а американцы помогали россии сейчас американцы что-нибудь сделали для того чтобы предотвратить это американцы хоть что-нибудь сделали для того чтобы остановить это уже хорошо началось остановить. Ты же понимаешь прекрасно, что это можно было остановить в первый день. Как? Сесть за стол переговоров. Сказать, что, ребят, давайте договариваться. Нет, мы будем воевать. Чем мы будем воевать? Ну, Украине реально нечем было воевать. Советским вооружением пришла Европа, пришла Америка. А Америка, ну вот, из всего того, что я сейчас вижу, как Америка дергает за ниточки, и, ну, Байден, окей, хорошо, это там и смех, и грех, как говорится, я про него не думаю. Но я думаю, что есть другие бенефициары реальные, которые управляют всем этим нехаотичным кризисом. Так вот, скажи мне, объясни, Юр, просто, да, вот сейчас я тебя не пытаюсь загнать ни в какой тупик, я просто задаю тебе простой человеческий вопрос. Почему в первый день войны, в третий день войны, нельзя было сказать, стоп, ребята, остановитесь, давайте, чтобы не умирали люди, давайте сядем и договоримся, чего вы хотите. Хоть бы кто-то с той стороны задал простой вопрос, что такое деноцификация, и это, остановитесь, скажите конкретно, что вы хотите, чтобы мы вот этих ребят УПА ликвидировали, или АЗОВ ликвидировали, что вы хотите? Ну вот, объясните мне. Почему ты делаешь такое лицо? Я не понимаю, кто должен был это сказать? Это должны были сказать с той стороны. Все стороны, еще раз, тот условный западный мир, отдельные его представители, пытались Путина отговорить от начала войны. И до, и до, и Макрон прилетал, и Штольц сидел, и по телефону разговаривал, и все остальное. Что значит, они не пытались ее переубедить? Что ты говоришь? Может быть, Путин отказывался просто и не давал себя переубедить? Слушай, давай так, ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? И, нет, ну, мне хочется понять просто. То есть, если мы с этой точки зрения разговариваем, тогда мне вообще тебя переубедить будет невозможно. Ну, то есть, даже аргументированно, я так скажу. То есть, ты считаешь, что мы имеем дело с сумасшедшим человеком? Ты считаешь, что Владимир Путин хочет просто забрать себе территорию всей Украины, или там до Днепра, или до Киева, или, не знаю, вот эту вот Днепр, Херсонскую область, Запорожскую область, не Днепр, а Донбасс и Луганскую область. Просто забрать для того, чтобы это было. У нас своих-то проблем нет, нам еще кормить надо. Правильно? Или там великие несметные богатства, без которых мы прожить не можем? Ну, просто объясни мне, пожалуйста. Мне кажется, Владимир Путин ответил на твой вопрос, когда он выступал, сказал, что у нас наконец-то Азовское море стало нашим. Еще Петр Первый об этом мечтал. Ну, чего ж там, грехотаять. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Это надо обустраивать. Петр Первый, да-да-да, но это другое. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. То есть ты считаешь, что Владимиру Путину нужно Азовское море? Я ответил на твой вопрос, я процитировал его. Нет, ну хорошо, это в контексте того, что вот сейчас Азовское море стало нашим. Окей. Ты спросил, Путин хочет завоевать Украину, а я тебе говорю, он 30 сентября присоединил территории, и теперь в учебниках географии, истории, твои дети, дети других граждан России будут это изучать. А во-вторых, он сам сказал, что Азовское море теперь наше, и еще Петр Первый об этом мечтал. Я не буду тебе отвечать, что я думаю, я тебе просто факты привожу, и они, мне кажется, гораздо выразительнее любых моих мыслей. Потому что с фактами не поспорить. Безусловно, да. Но я, наверное, просто тогда, как человек, надеюсь, разумный, не могу в это поверить просто. Ну, потому что это какая-то несуразица. Но несуразица, я тебе скажу, вот во всей этой истории, да, все. Потому что, я еще раз повторю, а мы, Россия, победили, когда что? У тебя в Телеграм-каноме про Америку ты пишешь очень часто. Ну, потому что они выдают новости такие, что вымораживают. Про сына Байдена, про закон о трансгендерах, про то, что кто-то из администрации Байдена украл сумочку на 1700 долларов, про то, что Дженнифер Лопес оказалась небинарной персоной. Откуда? Дочка Дженнифер Лопес, по-моему. Дочка, да, да, я говорился, пардон. Откуда такая фиксация на Штатах? И связано ли это как-то с тем, что твой последний ребенок родился в Соединенных Штатах. Вообще никак не связано. Я скажу больше. Ты знаешь, я, наверное, в какой-то степени не европейский не европейский человек, не толерантный вот к многим вещам. У меня пятеро детей. И для меня есть только мужчина, мальчик, и женщина, девочка. Ты можешь быть гей, вопросов нет. Ты можешь быть лесбиянка, вопросов нет. Но если у тебя кукушка поехала, и ты ощущаешь себя собачкой, мне кажется, это немножко в сумасшедший дом. Ну, честно. Я, когда читаю новости про небинарные персоны, я когда, когда я сегодня, по-моему, в Швеции я написал, приняли закон, что с 16 лет люди могут себя идентифицировать и менять пол, условно говоря, и делать операции. Дружище, вот смотри, боюсь ошибиться, но потом проверишь. У Брэда Питта и Анжелина Джоли дочка долгое время была... Идентифицировалась как кто-то другой, да. А потом это прошло. И сейчас она себя ощущает девушкой, женщиной, как угодно, и все. И она об этом, ну, об этом вышел материал, там, и все прочее. А они вот эти моральные уроды, я по-другому не могу это сказать, на уровне закона дозволяют делать операции по смене пола. Вы что, ебнули? Прости, вы с ума сошли? Ну, реально, меня, меня вымораживает это, я клянусь, у меня каждая клетка моего тела от этого просто приходит в недоумение. И я таких вещей не понимаю. Ну, клянусь, не понимаю, а самое главное, я воинственно не принимаю. Потому что я считаю, что ребенок пока не окреп мозгами, он может играть во что угодно. Он может придумывать себя, ощущать себя кем угодно. Давить на него, там, как говорится, мочить за это ни в коем случае нельзя. Вот в этом смысле я толерантен. Пожалуйста. Но если ты, мальчик или девочка, захочешь себе сделать операцию по смене пола, как это можно принять на уровне закона и родителей, которые препятствуют этому лишать родительских прав и наказывать. То есть ты за семейные ценности? Я абсолютно. За традиционные. Слушай, ну смотри, я, да, я за традиционные семейные ценности целиком и полностью, но я не отрицаю, что человек может быть геем. Блин, вообще не вопрос. Это пожалуйста. И лесбиянка, не вопрос. Это, ну, я там не знаю про хромосомы, про все это дело, не мое дело. Ну вот я знаю ребят, я честно скажу, там вот совсем недавно познакомился с пацаном, который, он старается вести себя как мужчина, но он выглядит даже не как мужчина. И ничего страшного, прекрасный парень. Почему вы решили последнего ребенка рожать в Штатах? Это очень простая история, которую я, по-моему, 10 тысяч раз рассказывал и с удовольствием расскажу тебе сейчас. Старший, младший ребенок, ты имеешь в виду, младшего. Да. Маркуша у меня родился 9 июля. Это середина лета. У меня помимо Маркуши еще как минимум трое детей, которые живут со мной и которых надо вывезти куда-то отдыхать. Потому что это лето и возникла ситуация, что мы не знали куда, потому что беременная жена лететь уже никуда не может. Понимаешь? Мы-то изначально, мы вообще наблюдались в Москве и хотели рожать в Москве. И у нас не было идеи вообще никуда лететь. Но возникла ситуация, мы начали обсуждать. Я говорю, что, вернее, это Юля мне сказала, она говорит, что, слушай, а что нам делать-то? И мы начали смотреть роды в Италии, ну, потому что это поближе, да, и мы очень любим Италию. Роды в Израиле смотреть начали. И поняли просто, и наш друг сказал, ребята, нет, не придумывайте ничего, летите к Майами, тем более, что вы там знаете много раз. Были все, и там точно все проверено, и там хорошие врачи, которые проверены 100%, и ребята отдохнут остальные. И для нас это был просто идеальный момент. То есть это не было сделано ради паспорта, ради того, чтобы полететь и сделать ребенка американцем, понимаешь, да? Это просто так сложились обстоятельства, что нам нужно было вывезти куда-то других детей. И это единственная причина. Потому что, скажу больше, что я вообще боялся, чтобы они летели. Потому что они летели без меня, я работал в Москве еще. И я очень переживал, потому что Юля летела уже на 30, как-то на 30-й неделе, что ли. То есть, ну, мне не хотелось, если честно. Ну, так сложилось, и я очень рад. Вы сделали ему паспорт США? Да, конечно. Глупо было бы не сделать. Дальше его будет выбор. Жить с ним или не жить. Но, во всяком случае, я должен дать ему возможность выбирать. Понимаешь, да? У него паспорт российский, у него двойное гражданство, и паспорт американский. Только по той причине, что он родился там и была такая возможность. И я считаю, что кто бы ни сделал, это просто глупец, если честно. Потому что, ну, как минимум, с этим паспортом ему не нужно будет делать визы, чтобы летать по миру. Если вообще, в принципе, человек с российским паспортом будет возможность дальше летать по миру. Двое цитата. Хочу про творчество с тобой поговорить. Мир снюхался и спился до состояния отсутствия морали. А когда мораль перестает существовать в обществе, общество начинает исчезать. Сказал ты на одном из видеоинтерву, который давал в этом. Да, я абсолютно согласен. Объясни, почему программы «Звезды сошлись», где ты работал три года, и где экспертами выступали люди типа Дианы Шурыгиной. Это не отсутствие морали. Это отсутствие морали, абсолютно. Включи, пожалуйста, мой разговор с Дианой Шурыгиной. Включи, пожалуйста. По-моему, он набрал что-то там. Я смотрел опера. Ага, 7 миллионов, что ли, 6 миллионов просмотров набрал. Когда мне вот это вот чепушило начала гореть, когда я тут сижу. Нас звезд. Кого? Вас. Каких звезд? Вы кто? Это не звезды. У нас... Понимаешь, в чем дело? У нас реально каким-то образом в современном обществе стерлись границы понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо. У нас абсолютно отсутствует образование в школе. Ну вот просто настолько, насколько это возможно. У нас у детей нет мотивации учиться, если тебе дома родители не дают эту мотивацию. У меня дети учились очень долго в одной из самых лучших школ Москвы, обычных, не частных, государственной школе, в 57-й. И она до определенного момента была лучшей. Реально. То есть мы были счастливы. Мой Саня... Он сейчас поступил в высшую школу экономики. И благодаря тому, что он учился в 57-й школе, он говорит, что вот у меня мои ребята тратят там по 4 часа, ну, домашнее задание. А я трачу где-то полтора. Потому что просто приучили и дали больше знаний. А вот мои младшие дети, Алиса и Даня, они тоже учились в 57-й школе. Но там уже начали сращивать другие школы, подсоединять к ним. Знаешь, да, всю эту историю? Когда школы начали объединять. Образовательные учреждения, да. Да. В итоге знаний ноль. И я тебе скажу, вот на всем этом фоне, я просто к чему веду, да, у нас понятие того, что такое хорошо, каких-то элементарных, даже я не говорю, там, мальчик, девочка, мужчина, нет, человеческих ценностей, начало нивелироваться абсолютно. Потому что во главу угла стали не знания, да, и богатство знаниями. А детям стало неинтересно учиться, им стал интересен бизнес. А тем, кому неинтересен бизнес, я вот сейчас смотрю, вот эти вот клубы ночные, вот эта наркота, которые, эти шарики, которые никто не запрещает, понимаешь, которые ходят, это же трэш какой-то. Охранник клуба, у меня дети поехали, ну, я их тоже не могу удержать, хотя мы там с ними общаемся, конечно, мы очень дружим с моими детьми. Прости, пожалуйста, во времена, когда ты носил розовую футболку на Муз-ТВ, какие-то другие клубы были? Ты знаешь, я носил розовую футболку на Муз-ТВ в 28 лет. Ну, начиная жизнь каким-то образом была другой. А когда я учился в школе, у меня вообще была другая жизнь. И я не знал про наркотики ничего. Представляешь? Ну, я, наверное, сильно раньше тебя учился, но мы не знали ничего. Алкоголь, да, мы знали. Так вот. Образование, ты сказал, что типа падение уровня образования и все остальное. Какая связь со звездой сошлись? Вот эти люди, как Диана Шурыгина, которую я в жизни фамилию не вспомнил, если бы ты не сказал. Эти люди каким-то образом попали в топы просмотров. Это никто и ничто. Понимаешь? Не сделали. У нас люди, которые ничего не сделали, становятся популярны. Я вообще не против этого. Вот на самом деле к чужой популярности это можешь у любого из артистов спросить, вот там с кем я даже не то что дружу, а просто общаюсь с каких-то... Я звоню людям после хорошей работы и говорю, ребята, я посмотрел, такое удовольствие получил. Просто спасибо за работу. Все. У меня отсутствует напрочь зависть. Это не зависть, это недоумение. Клянусь тебе. Ты три года там проработал. Три года я там проработал. Ты говорил, когда ушел, что ты терпел. Да. Типа через силу. Смотри, можно терпеть месяц, можно терпеть год, но три года это уже не очень похоже на... Помнишь, в самом начале разговора... Да-да-да, не придирайся. В самом начале разговора помнишь, я тебе сказал, что когда ты меня спросил про то, что я бы сейчас выбрал самым любимым, я говорил, что а что-то за деньги. Вот я что-то делал за деньги. Я начал работать, по-моему, в... в восемнадцатом году. Причем я скажу так, что как я туда пришел, я тебе расскажу. Я когда пришел на кастинг, меня Лера Кудрявцева позвала. И я говорю, Лера, это не желтуха будет? Она говорит, нет-нет, НТВ сейчас меняется, там все. Я говорю, ну окей, круто. И когда у нас был кастинг, ну вот эта проба первая, это было очень круто, потому что мы обсуждали Евровидение, обсуждали с Милоновым, то есть, ну прям это реально, это было, ну, это было не Милонов, это как бы. То есть, вот у нас будет в гостях Милонов, и вы с ним там, значит, вот это все дело, мы говорили про Евровидение, про все. И это было круто, это было офигенно. Моя первая передача, Филипп Киркоров убил человека. Я когда это увидел, а более того, я скажу, что до начала, нам не давали, до начала передачи, самой, вот как мы в кадр вошли, нам не давали, какая будет тема, потому что это было в большом секрете, мы снимали это в 2 часа ночи. Я когда увидел, я даже не прыснул, что называется, а это вот тоже, как недоумение про Шурыгину было. Я говорю, вы что, прикалываете что ли? А люди вокруг сидят все серьезные, вроде уважаемые, им же про это тоже говорить надо. Ты терпел из-за денег? Да, причем я тебе скажу, что у нас был какой-то момент, когда мы начали, мы вошли в какую-то политическую историю, и мне она очень понравилась. Мне, я прям кайфанул. Но потом сверху пришло, что мы переходим дорогу, в общем, другим программам, поэтому нефига, давайте обратно туда. Норкину, видимо. Ну, видимо, я не знаю. Но фишка заключается в том, что у меня реально, я каждый, слушай, это знают все абсолютно, кто работал в программе, можешь выцепить любого человека, что я им говорил, этим продюсерам, я говорю, слушайте, у вас души нету. Я говорю, вы как людям в глаза будете смотреть? Причем больше, я скажу, что когда там вот мы готовим программу, да, когда мы туда уже приехали, через час у нас эфир, и вот мне там за полчаса до эфира мне дают текст. Я говорю, ребята, кто сценарист, а можно со сценаристом поговорить? что это за вопросы такие, ребят? И если ты бы захотел подготовиться к этому вопросу не с точки зрения, а еще что-то на три года работал, а с точки зрения, как я там работал, то ты бы увидел, как я в кадре очень часто делаю так. Я вынимал ухо, когда мне говорили, задай этот вопрос, я им показываю в камеру, нет, нет, я не буду задавать этот вопрос. И я не задавал, я был очень неудобный. Я орал, я один раз с половиной программы вышел и ушел, потому что мне начала хамить редактор из-за того, что я не задавал тот вопрос, который она хотела. А я не могу такие вопросы задавать. По сути, ты сейчас, ну, рассказываешь, что тебе приходилось в профессиональном смысле жрать говно на работе. Нет. Неправда. Нет. Мне приходилось бороться все время, потому что я себе ни разу не позволил задать того вопроса, который я не хотел. Ни одного раза. Ты рассказывал в интервью, что деньги для тебя все равно важная вещь. Конечно. Вот. Представим, что тебе повышают зарплату, ну, по сравнению, со «Звезды сошлись» в 20 раз. Так. И предлагают вести шоу, ну, например, на телеканале, на ютуб-канале «Популярная политика». Ты согласишься? Я не знаю такой канал, прости, пожалуйста, что там? Это канал, который делают соратники Алексея Навального? Ну, я не симпатизирую Навальному просто, поэтому, наверное, нет. Нет. Девушка на ютуб-канале «Настоящая» спросила тебя, вот если бы тебе предложили зарплату в миллион, вы там запутались в месяц или в день, вот, и вернулся ли бы ты в «Звезды сошлись» и задавать вопросы, которые тебе будут заставлять задавать. И ты сказал, что да, и произнес фразу «Все продается». Когда ты произносил фразу «Все продается», ты судил по себе? Она так прям оставила это дело, я просто не смотрел. Да. Да. Нет, мы там же ржали на самом деле, это была шутка. Конечно. Все продается? Нет. Категорически нет. Что-то. Про мобилизацию хочу с тобой поговорить. Да. Ты на одном из эфиров сказал, вы обсуждали, типа, массовый переход границы людей, которые не хотят воевать. Ты сказал, да, да, мне стыдно. Знаете, это такой испанский стыд. Я вот смотрел на этих людей в очереди в Ларс, продающих свои машины и получающие звездюлей в Батуми. И потом через паузу небольшую ты говоришь, знаете, у меня друг, мой бывший звукорежиссер и директор моей группы, он уехал в Батуми. Но он уехал давно, сразу. Он уже открыл свой ресторан там. Да. Я не понял, то есть в Батуми россиянам раздают звездюлей или все-таки дают возможность открывать бизнес и жить? В Батуми разные россияне есть. Так. Кому-то помогают, а кому-то дают звездюлей. Да. Просто вместе это звучало просто как перемешанный коктейль. А, ну, блин, давай я тебе разложу. Мне странно, что ты этого не понимаешь. Либо ты просто хочешь задать вопрос такой. Я просто не понял. Я посмотрел, мне показалось, что ты противоречишь себе как бы внутри одного абзаца. Смотри, все очень просто. Вот Мухи отдельно, котлеты отдельно. Мой друг, мой бывший звукорежиссер, Леня, потрясающий человек совершенно, он уехал в Батуми. Когда? С началом военной операции. Он не принял. Я ни одного плохого слова от него не слышал вообще. Он просто не принял и уехал. И я таких людей понимаю. Вот сто процентов. Абсолютно. Это твое право. Он уехал, начал свой бизнес, и вот сейчас у него один из очень успешных ресторанов с музыкантами в Батуми. Грустит он по родине? Да, грустит, наверное, я думаю, мы с ним разговаривали. Но он занимается делом, там как бы все. Вот он себя нашел таким образом. Прекрасно. Вот эти ребята, которые... Ведь им даже повестки не прислали, кто бежал. Ты видел эти очереди? Да. Этих людей, продающих машины? У меня просто туда знакомые, кто занимается машинами, ездили покупать за копейки. Но это трэш какой-то. В чем трэш? Люди не хотят умирать за власть, и люди не хотят быть убийцами людей, к которым на территорию Украины вторглись. В чем трэш? Я в Казахстане... Они спасают себя и других. Я в Казахстане встретился с тремя людьми, которые бежали от мобилизации. Один говорит, что-то так не по себе, если честно. Говорит, да это не я, я-то не хотел, это у меня жена, говорит, отправила меня, и все. Вот я сижу тут уже два месяца, это не так давно было. Сижу тут два месяца, места себе не нахожу, ну что-то там работай, вот помогаем здесь, там делают, там пойти, они там ребята что-то делают. Вот, ну, говорит, как-то прям вот некомфортно. Ты знаешь, что можно идти служить и не убивать? Нет. Более того, я знаю, что были люди, которые говорили, сходите просто в военкомат и отменить, и это оказывалось наглой ложей, потому что огромное количество людей, которые приходили отметиться, думая, что у них нет риска первой волны призыва, они потом находили себя где-нибудь между Лиманом и Луганском. Вполне возможно, что такое тоже было. А я знаю людей, которые ходили, отмечались, их забирали, и они работали в тылу. Я понял, так а в чем трэш, если люди, вот на границу переходят те, кто не хотят, тем, кого знаешь ты, повезло, а огромному количеству людей не повезло. И вот в Ларсе люди, которые не хотят убивать и быть убитыми. Огромному количеству людей не повезло. Огромному количеству людей повезло. То есть играть в эту смертельную рулетку норм? Нет, не норм. Подожди. Вот ты же спрашиваешь меня, как человека, вот ты Аскар, да? Скажи мне, пожалуйста, почему? Вот это как, почему я поддерживаю пацанов, которые там воюют сейчас? Почему мне хочется им помогать? Потому что я Украину хочу захватить? Нет. Потому что я желаю зла Украине? Нет. Потому что это мои парни, парни моей страны, которые попали в этот беспредел. И я не могу их не поддержать. Даже если эти парни убивают граждан страны, в которой они не должны были бы оказаться? К сожалению. Даже если этих парней убивают парни другой страны, в которой мои парни не должны были оказаться? Эти парни защищают родину. Эти парни выполняют приказ. армию Украины? Армия России. Скажи мне, пожалуйста, а какой вариант? Как ты это видишь? Я вижу, что меня вызывают недоумение люди, которые осуждают тех, кто в Ларсе, в Казахстане, где-то еще, не хотят воевать за Путина и за всех его, за всю его группировку. И не хотят убивать и быть оккупантами. Но при этом, когда мобилизация заканчивается, хотят вернуться. А когда начнется следующая мобилизация, снова бежать. То есть, дружище, ты определись тогда. Смотри, если ты не хочешь жить в стране, которая является оккупантом, которая посылает себя, условно говоря, на убой, да? Ну, окей, хорошо, тогда вот у нас 24 февраля, граница открыта до сих пор. Пожалуйста, вы не принимаете, вы уезжаете, вы уходите, если вы хотите. Другой вопрос. Вот знаешь, я всегда очень отрицательно отношусь к тем, кто говорит, у нас в стране плохо, не нравится, уезжай. Вот это вот трэш. Но именно это ты только что сказал. Граница открыта до сих пор. Пожалуйста, вы не принимаете, вы уезжаете, вы уходите, если вы хотите. Это касается исключительно мобилизации. Потому что, ну вот, я не могу, вот я не знаю, я не могу тебе объяснить, есть ли какие вещи, которые на уровне чувств. Я знаю абсолютно точно, что если мне придет повестка, я не побегу. Я не могу себе представить, что я побегу. Как я потом детям своим в глаза смотреть буду? Я не понимаю, Юр. Почему ты не записался добровольцем? Потому что я не считаю эту войну правильной. Юр, ну жизнь не черная и белая. Я тебе всю нашу встречу говорю только об одном. Я хоть раз поспорил с этим? Нет. Но я хочу, чтобы ты понял меня. Я хочу сказать, что есть в жизни сто процентов не черная и белая. Вот. Жизнь не черная и белая. Но есть вещи, есть логические связки, простые, черно-белые. Не вся жизнь такая, но есть какие-то вещи. Если ты поддерживаешь армию и пацанов, которые сейчас де-факто и де-юре оккупанты, ты не можешь быть против войны. Это значит, что ты за эту войну. Это одно из другого перетекает точно так же, как когда ты заходишь в самолет и он летит дальше. Ну, если все в порядке. Нет. Объясни. Контракт. Я просто, давай опять вернемся назад. 24 февраля посылают наших ребят. Им объясняют задачу. Им наверняка объяснили, что они должны делать. И почему? Потому что иначе непонятно. Я уверен, что им объяснили. Им что-то сказали. Я допускаю просто это, понимаешь? И эти ребята оказываются там. Как американцы во Вьетнаме. В чужой стране. Где их начали мочить. И у нас, у них там была куча демонстраций, да, всех этих пацифистов, которые выступали против войны во Вьетнаме. У нас то же самое все происходит. Только демонстрации нам нельзя. Нам запретили высказывать собственное мнение. За это можно сесть в тюрьму. Так вот, когда этих ребят послали, и они уже волею судеб оказались там, мне что, отказаться от них? О, это оккупанты? Ты этих ребят видел? Ты с ними разговаривал? Они хотят этой войны? То есть, наверное, кто-то хочет. Уверен? Но большинство нет. Сто процентов тебе говорю. А как им уйти? Дезертировать? Ну, скажи мне, что делать? Просто объясни мне. Они в ситуации, когда они уже там. И мы уже там. Уехать из страны? Я к этому не имею отношения. Я красивый. Мне перед пацанами не стыдно. Это не потому, что мне там донаты какие-то приходят. Вот вообще, не про это. Ну, я имею в виду, что могут многие подумать, что вот там Юра Дудь, например, уехал, потому что, вот это новое слово, инагент, окей, хорошо, потому что ему просто платят за границей, поэтому он уехал. Я знаю, почему, например, Little Big уехали. Мне их друзья рассказали, да, потому что, не потому что они там такие противники войны были, а потому что просто монетизация была западная. А ее тут обрубили. И сказали, что обрубят все. Я об этом услышал прямо в самом начале февраля. Ты считаешь, нет? И что? Всем музыкантам обрубили монетизацию. Поэтому надо было оказаться там для того, чтобы открыть компанию и... Я ошибаюсь? Да. Хорошо, окей, все, я ошибаюсь, я в этом ничего не понимаю. Те люди, которые уехали из России, у них также нет монетизации. Даже если они открыли дубайскую, турецкую, немецкую, испанскую компанию. У них нет монетизации от пользователей из России. И ни у кого в мире нет. Нет, подожди секунду. Так у Little Big'а какие пользователи? Я не про Россию говорю. У них-то просмотров по всему миру. И что? Ну так они тогда... Тогда можно было не уезжать. Я насколько понимаю... Ты неправильно информировал. Секунду, а российский YouTube для всего мира не закрыт? Не, я просто спрашиваю, честно. Я не знаю, правда, ну как бы расскажи мне, что смеяться над пожилым человеком? Ты сейчас за пределами России, вот именно сейчас, у тебя YouTube работает, российский? Я не смотрел, если честно. Вот ты после интервью откроешь... Я знаю, что у меня работают социальные сети. Там все работает. Все работает. То есть, соответственно, донаты приходят. От чего? Ну вот от просмотра. Если я смотрю здесь... Если ты включишь здесь, то условно нам придет от твоего просмотра. А когда ты будешь смотреть в России, от твоего просмотра не придет. Все, я неправильно понял. И ответный Долбига никак с этим не связан. Значит, я неправильно понял. Но информировала не Катя из Италии? Нет. Все, я уточню. Но шутка зашла. Да, так вот, ребята оказались там уже. Бежать они не могут. Да, оттуда. Ну, с поля боя. А как? И что теперь их бросить там? А как ты себе представляешь, что вообще вот мы можем это остановить? Просто расскажи мне. Оскар, смотри. Там, живя в России. Оскар, значит, смотри. Я тебе задал вопрос. Ты за армию. Да. Тебе не нравятся пацаны, которые бегут от мобилизации. Да. Я задаю тебе вопрос, почему ты не записался добровольцем, и ты ответил, а я против этой войны. Я против вообще любой войны. Очень конкретно. Но при этом ты несешь абсолютно милитарическую повестку. Ты поддерживаешь армию. Как ты думаешь, твоя фраза «Я против войны» после всего того, что ты сказал, сейчас будет звучать? Чего тебе не слышно или чего тебе непонятно? Вот я тебе объясняю. Вот мой товарищ оказался волею судеб там. И он там воюет, потому что он исполняет приказ. Секунду. Я его поддерживаю. Я хочу, чтобы у него была одежда, чтобы у него была еда. Я хочу, чтобы он воевал. Нет. Почему ты этого не понимаешь? Я сейчас говорю в первую очередь про тех, кто бежал от мобилизации. Смотри, ты говоришь, что ты не уважаешь этих людей и не понимаешь их. Не понимаю. При этом я тебе говорю, почему ты не воюешь? Ты говоришь, я против войны. Так и они против войны. Если вы, подожди, если и ты против войны, и они против войны, логически они не могут вызывать у тебя неуважение или неодобрение. Но я не бегу. Я не бегу. Хотя моя жена, клянусь тебе, когда началась эта война, ну еще за три дня до мобилизации, когда мне позвонили, сказали, что все. Она говорит, все, надо уезжать. Ты что, тебя заберут, все. Напомни, от сам пятерых детей несовершеннолетних может прийти повестка? Пятеры нет, но у меня, во-первых, старшим уже 18. Вот. И... Четверых тоже нет? Нет. Почему? От пяти, по-моему, начинается. Оскар, ты обезопасен. У тебя четверо детей. Я тебе скажу... Тебе она не придет. Я тебе скажу, что... И очень удобно из этой позиции говорить, я не бегу, а они бегут. Слушай, ну хорошо, мои другие друзья не бегут, у которых нет четверых детей. Не бегут, и говорят, ну если надо, пойдем. А что делать? Если твоему... твоему, смотри, старшему сыну уже 18 исполнилось, а младшему... Второму тебе вот-вот исполнилось, 18 лет. Да, да. Если их призовут и отправят на фронт, как ты на это реагируешь? Трэш. Я в ужасе. А как я могу отреагировать, если моих детей отправят на фронт? Единственное, что, насколько я понимаю, что детей 18-летних на фронт не отправляют. Ну, насколько я знаю. Не отправляли? Не отправляли? Да. Нет, я знаю, что была ситуация, с этим разбирались. Это был... Я помню, даже, по-моему, Матвиенко, да, выступала на эту тему, что это... Раз она была один раз, может ли она повториться еще раз? Сейчас я... Слушай, ну, может повториться все, что угодно. Ну, что, тогда бежать, что ли, я не понимаю. Я спрошу. У меня мой ребенок сказал, Саня сказал, говорит, я никуда не пойду. Куда, в армию? Нет, нет, никуда не поеду. А воевать поедет? Мы не разговаривали с ним на эту тему, если честно. Не побежит точно, абсолютно. И когда я сказал, что когда у нас был там даже такой, ну, скажем, жесткий разговор с женой, когда она хотела уехать конкретно, я сказал, что я останусь, и Саня сказал, я останусь с папой. А когда хотела жена уехать? Когда война началась или мобилизация? И тогда, и тогда. Ты убедил? Да. Я снова обращу внимание на логическую нестыковку. Ты говоришь, что поддерживаешь Путина, при этом Путин ведет войну, из-за которой у тебя могут детей еще совсем зелеными призвать в армию, и ты понимаешь, что это трэш. Как вот это сочетается с вот этим? Я не понимаю. Ох ты ж, смотри, ты выводишь на то, что ты, Оскар, поддерживаешь Путина. Ты это сказал полчаса назад. Ну, конечно. Я поддерживаю Путина не в войне против Украины. Я поддерживаю Путина в той политике, которую он сейчас, сейчас начал вести относительно того, что происходит внутри страны. В тех зачистках, которые начались. Да, представляешь? Ты не знаешь. Или просто улыбаешься. Мне интересно, что ты имеешь в виду под зачистками. Ну, убирают очень много людей. Независимые медиа, активистов, людей, которые так же, как ты, высказывают свое негодование по поводу войны, но делают это давно и системно, и поэтому получают семилетний срок тюрьмы. Хотя ты, за любое слово, сказанное здесь, если бы ты просто был, скажем так, давним оппозиционером, а не человеком, который систематизирует режиму, согласно вот этому безумному Калашникову закону, мог бы уехать уже на много лет. Но ты не уезжаешь. И я ни в коем случае тебе этого не желаю. Надеюсь. Вот, а они уезжают. И в этом, когда ты говоришь зачистки, я не смог не улыбнуться, извини. Понятно, но помимо этих зачисток, хорошо, есть и другие. Вот смотри, я сейчас опять рассуждаю с тобой. Что делать в ситуации, когда твоя машина несется с горы, а человек, который сидит рядом, хватается за руль? Хотя ты понимаешь, что ты способен не допустить аварий, катастрофы и смерти. Человек, который хватается за руль, это власти? Нет. А кто? Это твой пассажир. Так, а в метафоре кто? Забудь о метафоре, скажи мне. Пассажир хватается за руль? Да, ты ведешь машину, вы слетели с трассы и несетесь под откос. Ты маневрируешь между камнями, деревьями, а он хватается за руль и говорит, что ты делаешь не то. Ты сидишь за рулем, а рядом сидит, допустим, выруливать. Выруливать. Стараться выруливать. Выруливать. А он тебя хватает за руль, что ты сделаешь? Шлепнуть по руке и еще что-то сделать, чтобы он не мешал. Поэтому, пожалуйста, ребята, вот сейчас мы попали в ситуацию. Вы знаете, что у нас сложная ситуация и мы несемся под откос и нам нужно из этого, как говорится, из под откоса вылезти. Поэтому иногда хлопают по рукам. Так, а ведет машину Путин? Ну, я понял. Уверен ли ты, уверен ли ты, что машину в обрыв отправил не Путин и уверен ли, что он понимает, как ее оттуда вырулить? Я очень, так, смотри, уверен и верю. Я верю в то, что он, я надеюсь, что он понимает, что он делает. Ты песню «Верю» выпустил? Да. Оскар Кучера не только актер-телеведущий, он еще и музыкант. Мне всегда хотелось петь. Кучера, песню «Верю». Скажи коротко, что тебя музыкально вдохновляло? Ничего. Ну-ка, музыку же ты тоже пишешь? Да. Да. Ну просто по мелодии это такой вот стилек группы «Ума Турман» немного. Не оттуда ты брал? Нет, вообще не брал. Я не беру, если честно, я, ну, не суть. Я вырос на Высоцком, в основном, а не на «Ума Турман». Поэтому, хотя «Ума Турман» очень люблю и дружу с ребятами, очень их люблю. Там есть фраза, ключевая, собственно, строчка. «Пускай все пока не просто, но перспективу вижу и верю, еще пройдемся мы по Берлину и по Парижу». Я ехал к тебе и знал, что ты задашь этот вопрос. Правильно ли я понимаю, что ты говоришь про возвращение российской армии и в Берлин, и в Париж, который уже в Устале был? Нет, неправильно ты понимаешь. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что российскому человеку, сейчас россиянину, к сожалению, перекрыли кислород и свободно, как раньше, передвигаться по миру нам достаточно тяжело. Потому что, например, для того, чтобы мне с семьей сейчас полететь в тот же Париж, мне нужно потратить какое-то баснословное количество денег на билеты, при этом добираться, по-моему, самое... Если самое дешевое, то это 32 часа мы смотрели, а самое дорогое и короткое это 19 часов, если я правильно помню, на тот момент, когда мы хотели. Ты, в общем, про эти визовы и прочие ограничения транспортные, да. А как это сочетается со строчкой про... Просто я был уверен, что это все-таки песня про войну, со строчкой про центральное подкрепление. Ой, а я знал, что просто это попало... Я это написал до мобилизации, и это не имеет отношения... Знаешь, вообще эта песня, она просто... Подожди, подкрепление, какое имеет отношение к туристам, собирающимся в Берлин и Париж, и... Да блин, ну ты понимаешь, ты рвешь строчки из контекста, а есть песня. Ну давай я тебе тогда слова песни прочитаю, и ты поймешь, о чем там речь идет. Там песня про мир. Почему вы выхватываете про Берлин, Париж и центральные нужды подкрепления, нас тут мало? Я не понимаю, почему ты не говоришь про мир? Почему следующие две строчки, которые первые строчки третьего куплета, не знаю, что там дальше будет, да, как будем залатывать дыры, но верю, что все мы люди и все мы хотим мира. Про эту песню, про мир, а не про войну. Так получилось, что Саша Толматский отдал эту песню, ну раскидывал где-то, ее взяли военкоры и сделали клип свой, понимаешь? Поэтому получился такой клип. Но песня... Ты выложил его на свой канал. Да, конечно, я выложил, естественно, потому что ребята сделали и... Но песня про мир. Ты выложил это на свой Телеграм-канал, ну и ты с этим видеорядом согласился. Да, и потом я другой видеоряд выложил, который я сделал, да. Я понял, это скорее про туризм, чем про наши батальоны там. Ну конечно, ну какие батальоны в... Ты не хотел бы, чтобы российская армия была? Нет, я не хочу, чтобы российская... Я вообще не хочу, чтобы какая-либо армия куда-либо заходила на чужие территории. Вопрос. Как ты думаешь, какой процент тех людей, которые сейчас воюют за армию России на территории Украины, могли себе до этой войны позволить туристическую поездку в Париж и Берлин? Ты знаешь, я в процентном соотношении не могу тебе сказать, потому что даже не представляю. Вот, может быть, ты делал какую-то аналитику на этот счет, но я видел большое количество наших туристов на протяжении многих лет в разных городах, в разных апостасях и в разных финансовых группах. Поэтому я думаю, что наверняка статистика скажет о том, что невысок процент. С другой стороны, нас было, россиян я имею в виду, в мире сильно больше, нежели сейчас. По-моему, на 80%. Если я правильно помню статью двухмесячной давности какого-то туристического вестника. Ну, тебе не кажется, это вообще взглядом такой на мир из замка из Солоновой Кости. Про то, что ты говоришь про поездки в Париж и Берлин, очевидно, вдохновляясь и потом еще одобряя видеоряд, который выкладывают с войны, когда огромная часть, особенно мобилизованных людей, которые там воюют, даже за границей никогда не были. Ты это знаешь наверняка. Да. И огромное впечатление многих людей... что огромная часть, которая там воюет, была за границей? Ну, другая часть. Ну, статистика даже по наличию загранпаспортов говорит об обратном. А если мы еще начнем обсуждать тех людей, которые призывали по мобилизации, то там совсем люди пошлись по уже совсем социально необеспеченным категориям людей, которые не могли уехать. Это раз. А во-вторых, как бы огромное количество контрактников, которые есть в России, они есть в целом, потому что это единственная возможность хоть какие-то деньги зарабатывать. Окей, да, это я знаю. Это я знаю. Итак, про замок из слоновой кости, как ты говоришь. Понимаешь, в чем дело? Эту песню писал я, основываясь на своем жизненном опыте. Понимаешь, я не пытался кому-то понравиться. Я сделал то, что я чувствую. И выразился теми словами, которыми говорю я, а не кто-то. И я не думал о том, что кто-то будет воспринимать это как, вот я тебе, честно, пока мне не сказали ни хрена себе, а ты чего это вообще? Я говорю, мне друзья там сказали. Говорят, ну ты понимаешь, да, как бы это двояко звучит, двусмысленно. Я задумался, думаю, блин, да, действительно. Ну просто в рифму подходил очень, да, вижу, порижу. А сначала было по Милану, но я подумал, по Милану, это как-то пошлятина, если честно, да, ну шмотки там и все прочее. А Берлин очень красивый город. Я его очень люблю. И вот это было, поэтому, я думаю, что если бы осталось по Милану, это бы совершенно другой контекст приобрело. Финальный, кажется, про армию. Ты произнес и сейчас, и много раз во время интервью. Я всегда за свою армию. Я всегда за свою страну. И армию. Ну это цитата из интервью. Хорошо, хорошо. Цитата, видео. Я буду не за другую армию, а за свою. Совершенно верно, да. Я всегда за свою армию, а не за чужую. Ты всегда за свою армию? А не за чужую. Да. Жители Германии 1939-1945 года тоже были за свою армию. Значит ли это, что они были правы? Жители? Да, жители. Нет. Они не были правы? Нет. И я допускаю, что я могу ошибаться. Но я могу ошибаться в том, что делает моя армия, а не в том, что я могу ошибаться в том, что я против своих людей, ну не против своих людей. Понимаешь? Еще раз. Ты можешь ошибаться? Ну конечно. Смотри, я допускаю со всех сторон, что может быть моя армия делает не то, что нужно. Да? И тут же я понимаю, что моя армия исполняет приказ. А для меня армия, вот я не знаю, что для тебя, но для меня армия это живые люди в первую очередь. Понимаешь? Это не командиры и генералы, а это пацаны, которые в окопах мерзнут. Вот это для меня моя армия. Понимаешь? И мои парни, парни моей стороны, возможно, выполняя приказ, выполняют неправильный приказ, но он им отдан, и я не могу их не поддерживать. Я не могу их бросить за то, что они делают свою работу, выполняя приказ. Я ни за что в жизни не поддержу никогда тех уродов, по-другому я не могу назвать, которые мучают людей. Я ни за что не поддержу тех гнид с любой стороны, с нашей, с той, которые издеваются над простыми гражданами. Но ребята, которые честно выполняют свою работу, я буду поддерживать до конца. Я вынужден тогда повторить вопрос. Конечно. Жители Германии 39-го, 45-го думали так же? Не знаю. Ну, если представишь, что они думали так же, это значит, что они были правы? Если они думали так же, как я, про своих ребят? Да. Думаю, да. Ты очень не любишь Зеленского. Ты в тех интервью, которые посмотрел и прочитал, пока готовился, ты прям, когда распаляешься, ты прям, прям в Москве... Меня трясет прям. Да, тебя несет, ты очень некрасиво оскорбляешь. Могу, да, иногда. Я очень долго держался, если честно. Прям, но в последнее время прям совсем тяжело. Объясни, пожалуйста, вот человек, к которому ты относишься с настолько большим неуважением, он... Я не с неуважением к нему отношусь. С презрением. Это не презрение, нет, это неправильно. Это злость. Злость, окей. Да. К сожалению. Хотя это выглядело ровно как презрение и неуважение. Почему Зеленский с начала войны часто бывает на фронте? Он был в Херсоне, хотя через Днепр... В Бахмуте был, наверное. Через Днепр стояли российские войска, а он только что был в Бахмуте. Он был в Бахмуте? А ты не читаешь бахмутовские каналы? Ну просто вот, когда ты утверждаешь это. Ты не читаешь другие каналы, которые проукраинские, которые ржут над этим и говорят, что это не Бахмут? Ребята, вы что, издеваетесь, что ли? И что это было... Ну просто такое ощущение, и в Херсоне его не было. В Херсоне... Про Херсон ничего не знаю, наверняка был. Да, наверняка был. Это центральная площадь города. Это на Зеленке не подделать. Херсон, да. А Бахмут нет. Это из украинских, из артемовских каналов, из Бахмутовских. Почему Путин ни разу не был на фронте? Так не дали, как, по-моему, позавчера, или позу-позавчера, Песков сказал, что Путин был в зоне СВО. Песков не мог врать. Не кажется ли тебе... Ну что ты? Не кажется ли тебе, что Зеленский более смелый человек, чем Путин? Нет. Почему? Потому что не кажется. Примеры, которые я привел, не говорят об обратном? Нет. Говорят о популизме. Более смелый человек не будет пыхтеть, строит из себя Господа Бога, а сядет за стол переговоров и не даст своему народу умирать. Вот, не дай Бог мне оказаться на его месте. Я бы никогда в жизни не хотел бы быть ни президентом, ни вообще. Вот туда я не хочу. Вообще ни при каких обстоятельствах. Потому что понимаю, что у меня просто склад моей души совершенно иной. и запросы к Богу у меня совсем иные. Но если бы так случилось, я уж не знаю, чем там ему намазали или угрожают, потому что я не могу найти другого объяснения, почему все это происходит. Но еще до 30 сентября я бы сел за стол переговоров и сделал бы так, как хорошо не мне, что обо мне потом будут думать, а как хорошо моему народу. Можно было бы. Я сейчас идеализирую, конечно, да. Потому что я понимаю, что подобные переговоры не могут быть прилюдными. Но во всяком случае, хотя бы от себя, если ты понимаешь, что все в... Он же не мог не знать, что Порошенко врал, что Европа и Америка врали по поводу Минских соглашений. Он же не мог этого не знать. Но когда уже вошло все в такой пике, почему этот человек не поставил во главу угла свой народ? Простых людей, которые сейчас, сука, без света сидят, без тепла. Каким образом? Сказать, что мы капитулируем и отдаем вам территории, которую вы сейчас анонсировали? У меня было до 30-го числа, я тебе клянусь, после 30-го числа я вообще не понимаю. Ну давай про сейчас говори. Про сейчас давай говори. Про сейчас, ну... Как ты себе это представляешь? Да, я попробую сейчас порассуждать вместе с тобой. Я не думал об этом. Ну то есть как я думал, конечно, об этом. Понятно, что капитулировать он не захочет. Понятно, что Россия будет стрелять дальше, потому что инфраструктура это подвоз оружия, это стратегическое бомбардирование элементарное, для того, чтобы как бы в нашу сторону не летело, что называется. Да, чтобы меньше было всего с той стороны. Соответственно, отключение военных возможностей. Это бомбежка инфраструктуры. Но страшно, я скажу, но лес рубит, щепки летят, и поэтому страдают простые мирные люди. У меня душа разрывается, я тебе клянусь от этого. Правда. Давайте проведем, остановим это все дело. И в этих вот регионах проведем повторно с представителями и нашими, и вашими, и западными, допустим. Ну, я идеализирую возможно... Из расквартированной российской армии? Подожди секунду. И тогда из расквартированной украинской армии. Как ты себе это представляешь? Что будут по улицам Мелитополя вместе ходить и этот? Значит, тогда так... Хоровод водить? Хорошо. Значит, тогда Зеленский говорит, что мы первые отводим войска на определенное расстояние. Вы затем, если вы не отводите, все продолжается. Аскар, они у себя в стране. Да я понимаю. Куда они должны отводить войска? Но в этой стране гибнут люди, понимаешь? Ну, ты пойми, ну что-то же надо сделать, ну невозможно же так. Так Зеленский виноват? Или то, что армия России забралась на чужую... Подожди. Или армия России виновата в том, что она забралась на чужую территорию, увязла там и теперь непонятно, что делать. Может быть, это не Зеленский виноват, а тот, кто армию туда затащил? Хорошо, тогда почему? Минские соглашения? Да, да, конечно. Ну, а что еще говорить мне? Скажи, что мне сказать? На Минские соглашения я тебе отвечу, то, что после их подписания количество убитых гражданского населения на Донбассе было минимальным. Эта статистика переводилась и тобой, и всеми. Но она была? Какая? Убийства были? Убийства? Да. Пять человек, семь человек. Я читал другую статистику в... Есть интернет тут? Скажи так. Я не помню, я читал другие... Ты же это сказал час назад, что... Это я сказал, что я прослушал у вас. Полоскова сказала пять человек, Артура Смоленина сказал семь человек. Это общепризнанные данные, и это говорили представители непосредственно ЛДНР. Так называемых. Я понял, ты заслал переговоров, хотя в целом это звучит абсолютно утопично. То есть ты сам сейчас объяснил логически, что это тупиковая ситуация. А чем это может закончиться? У меня нет ответа. Разбомбить все? Выводом войск, российских войск, с территории... То есть капитуляции России? Выводом войск с украинской территории. Я не политик. Я бы хотел, чтобы вывели войска, вывели войска с территории независимого государства, убрали оттуда всех, в том числе граждан нашей с тобой страны, которые там воюют ни за что. Так. И бросили тех людей, которые там, русскоязычные, которые хотят быть с России, пусть валят в свою Россию. Правильно? Еще раз. Ну так, хотите быть с Россией, валите в Россию. Я тебе сказал, как я вижу, это с точки зрения военной вещи. Про Путина хочу спросить. Ты не сказал, что ты не считаешь, что он менее, что Зеленский смелее Путина. Хочу спросить тебя, как человека, который поддерживает Путина, может быть, ты мне объяснишь, почему он так часто говорит неправду? Путин говорит неправду? Да. Я должен это объяснить. Я понятия не имею. А почему Зеленский так часто говорит неправду? Меня интересует сейчас Путин как президент моей страны. Тогда ответь мне на этот вопрос. Ну, просто потому, что он плохой президент. Просто потому, что один из методов его управления страной и, видимо, жизни, это манипуляция и ложь. Вот почему. Это мое мнение. Я хочу услышать твое. Давай я помогу. Смотри, давай я помогу. Может быть, у тебя как бы будет этот. Смотри, чтобы я не выглядел голословным и не бросал какие-то фразы. Смотри, Крым. Да. 2008 год. Не является никакой спорной территорией. Россия давно признала границы Украины. 2014 год. Россия аннексирует Крым. Российские солдаты в Крыму. 2014 год. Путина спрашивают, были ли в Крыму российские солдаты? Он говорит, нет, это силы местной самообороны. Проходит год, и Путин говорит, я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия свободного волеизъявления. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, наши военнослужащие. Следующий вопрос. Будет ли повышен пенсионный возраст? 2005 год. Говорит, пока я президент, такого решения принято не будет. 2015 год. Говорит, я против. Ну и дальше там объяснение, что у нас слишком небольшая продолжительность жизни у мужчин. 2019 год. Пенсионный возраст повышен. Мобилизация. В марте 22-го, говорит, призыва резервистов не будет. В сентябре 22-го мобилизация. Окупация Украины. Февраль 22-го. Цитата. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать. В сентябре 22-го как бы референдумы по Донецку, Луганску, Запорожью и Херсону. Ну и изменение Конституции. В 2005 году он говорит, что стабильность в стране, в обществе, не может быть обеспечена другим путем, кроме стабильностью основного закона страны, Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах Конституцию я менять не намерен. В 2022 году Конституция изменена. Путин может править до 1936 года. И это я еще кучу других примеров не привожу, там по поводу трущоб, там аварийных школ и всего остального. Почему он постоянно говорит неправду? То есть сейчас я, кучера, сидя перед тобой, дудем, должен рассказать, почему Путин говорит неправду. Окей. Это прямо реально? Ты не знаешь. Тогда вопрос конкретно тебе кучере. У меня есть идея. Давай. Вероятно, все течет, все изменяется. Вот что касается там последних вещей, да, что касается мобилизации, что касается вообще ситуации в Украине, я думаю, что ни Путин, никто вообще не были готовы к такому повороту. Я думаю, что должно было быть все по-другому. и никакие территории не должны были, скорее всего, быть в составе Российской Федерации, кроме тех, которые были на начало 22-го года, условно говоря. 85 регионов, 85 регионов. Все. Возникла ситуация торгов. Как я себе это представляю? И тогда в результате, наверное, каких-то межгалактических, я имею в виду, между странами, каких-то споров и доводов со всех сторон, это был один из аргументов, который вошел в действие. Мы не знаем и представить себе, наверное, не можем, что там происходит по правде, потому что правду мы не узнаем. Это очевидно. Но есть вещи, которые меняются и без резервистов реально дальше воевать было бы невозможно, иначе им надо было регулярную армию туда отправлять. Мне непонятен набор резервистов, вот я тебе клянусь, потому что ведь Кадыров очень точно сказал, у нас 5 миллионов представителей спецслужб. Ну отправьте туда 300 человек. 300 человек, это сколько? Меньше, чем одна десятая. 300 тысяч. Меньше, чем одна десятая из 5 миллионов. Представляешь? Это люди профессионально обученные. Зачем набирать каких-то резервистов, которые там потом бежать будут или я не знаю, или устраивать то, что мы видели, все эти дела. Я понял, твой аргумент, что все течет, все изменяется. Ну а как бы я по-другому это объяснить не могу, потому что, слушай, вот смотри, ты говоришь с точки зрения человека, который все видит вот сюда в негативе, и видит все, к сожалению, так это выглядит во всяком случае со стороны, что у нас все плохо. Вот смотри, он врет. Ты говоришь. Стоп. Я никогда не был человеком, который говорил, что в России все плохо. Ну, во власти, хорошо. У людей, которые узурпировали власть, да, все плохо, в том числе, потому что они не меняются уже три тысячи лет. А скажи мне, пожалуйста, а как ты считаешь, люди не голосовали за Путина? Ну, честно. Люди? Да. Ну, вот, то большинство. Я считаю, что выборы сфальсифицированы, в том числе, потому что они были избавлены от настоящей политической конкуренции, и никто из нас не знает ответ на вопрос, что было бы, если бы все независимые кандидаты, которые хотели бы пойти на выборы 2018 года, получили бы к этому доступ. И также, подожди, подожди, и также получили бы доступ к телевидению федеральному, ко всем медиа и всем остальным. И когда бы население России посмотрело бы на предвыборную программу Навального, Явлинского, кого-то еще, каких-то других кандидатов, о которых мы не знаем, они, возможно, проголосовали бы иначе. Юра, а ты хотел бы, чтобы твоим президентом был Навальный? Секундочку, подожди, пожалуйста. И если ты сейчас скажешь, что у нас нет статистики относительно того, как это выглядело, ты помнишь единственные выборы, когда альтернативный кандидат был допущен? Ну, большие выборы в России. А ты имеешь в виду Прохорова? Нет, я имею в виду выборы мэра Москвы 2013 года. И там, несмотря на все сопротивление, которое оказывалось, было вполне показано, что минимум четверть людей, живущих в Москве и имеющих право голоса, они проголосовали не за кандидата от партии власти. Вот и все. И поэтому ответ на вопрос, я считаю, что многие люди голосовали за Путина, но я очень не уверен, что эти люди продолжали бы голосовать за Путина, если бы за год до выборов к ним из телевизора стали бы обращаться люди, которые не фейками, не подлогом, а честно стали бы рассказывать про то, как живет Россия после на тот момент 17-18 лет правления Владимира Путина. Смотри, вот у нас появился человек, который начал рассказывать, как живет Россия во время правления Путина, да, за эти все годы. Это Алексей Навальный. Человек, который хотел быть президентом, человек, который в конце концов сделал передачу про Малышеву. Ну, то есть, я не могу себе... А, и еще по поводу выборов. Я, насколько помню, Путин, по-моему... Про ведущую Малышеву, которая голосует за... Нет, за то, что у нее там ребенок или дом в Америке. В Америке, да. Ну, у человека, который никакого отношения не имеет к политике. Нет, она тоже была одним из тех, кто призывала, кто поддерживала то ли Единую Россию, то ли власть. У меня тоже взрослые дети. Наши дети выросли в свободной стране. Они путешествуют по миру, любят Родину и спорят с нами. Но именно мы оставим им в наследство свободную, открытую Россию. И, конечно, свое доброе имя. Она может поддерживать кого угодно. Она не является... Публичная она это делала. Слушайте, у нас много публичных людей. Да. У Соловьева там была в Италии недвижимость, да, у кого-то еще где-то, у кого-то что-то. Просто когда ты поддерживаешь власть, фундамент, который построен на антиамериканизме, то люди должны знать, что твои дети живут при этом в США. Это правильно. И поэтому, когда ты поговоришь про это как про большую подлость, это не подлость. Это глупость какая-то. Для меня это как... А для меня, как для избирателей, это важно. Потому что я... Что Малышева... Если человек топит... Если его мир... Если Соловьев, например, вся его риторика построена на том, что Запад это сборище фашистов и наследников Муссолини. И если у этого человека две виллы на озере Кома, то есть в стране этого самого Запада и стране, где жил Муссолини, то я вижу в этом лицемерие. И я должен об этом знать. Смотри, вот как получается. Есть правительство, есть страна. Итальянцы прекрасные люди. Никакого отношения к Муссолини не имеющие. С прекрасной природой и прекрасной кухней. Я, когда приезжаю в Италию, у меня корни итальянские мои, понимаешь? Я, когда приезжаю в Италию, я не думаю ни про Муссолини, ни про каких-то там итальянских фашистов, которые были тогда и наверняка есть сейчас, да, и сейчас ультраправые, насколько я знаю, пришли к власти. Суть не в этом. Я еду к людям. Когда я приезжаю в Америку, у меня, у меня куча друзей американцев. Я с одним, вот у меня Глен, есть мой товарищ, с которым мы каждый день, он говорит, я хочу с тобой делать дебаты, мне очень нравится. Мы с ним спорим все время, потому что он твою позицию как раз занимает. Мы каждый день с ним спорим практически. Вот. При этом я его обожаю. Он мне все время шлет какие-то фотки, путешествует по всему миру. И вот сейчас он опять у себя в Майами. И мы с ним общаемся. Какое отношение человек или место имеет к, условно говоря, политическим силам той страны? У него дом на ком, а не квартира в доме у Муссолини или комната в доме у Муссолини, понимаешь? Или там у Берлускони, неважно. Еще раз, когда вся твоя риторика построена на том, что Запад хочет навредить России, это непоследовательно, когда ты сам с удовольствием живешь и владеешь недвижимостью там. Но ты же образованный. Если ты космополит, смотри, я за то, чтобы люди были свободны и владели, кто хочет и чем хочет. Но просто, если человек агрессивно, иногда с разжиганием национальной розни рассказывает, что Запад вот-вот захватит Иркутск, а может быть даже и Бербиджан, и при этом у него дома на Комо в одной из стран НАТО, Евросоюза, то это лицемерие. Это непоследовательно. Смотри, еще раз. Если ты его здесь не видишь, то это твое право. Для меня оно просто, оно из всех щелей. Это очень узко. Ну почему так? Ну почему так? Ну какое имеет отношение условно говоря к геопозиции на карте, где хорошая погода и комфортные условия для проживания? Это отдых. Вот он имеет там дачу, условно говоря. Да пусть имеет свою дачу. Тебе какая разница? Хорошо, у него бы не было, он бы там арендовал. Блин, тогда нет. Тогда все хорошо. Юр, смотри, вот я тебе говорю, я реально не принимаю политику демократов. Я условно говоря, я не принимаю политику Америки. Ну вот просто категорически там относительно Украины не принимаю, да. Я считаю, что они могли бы это остановить уже очень давно. Они поддерживают оружием, да. То есть они не поддерживают там условно говоря силами какими-то, я не знаю, переговорными. Да, они поддерживают, они пичкают оружием, проверяют это оружие. Работает, не работает, все окей, хорошо, работает, да, или не работает. Но нет ничего в пользу украинцев. Они не делают ничего. Понимаешь, они сейчас вот этот последнюю помощь 43 миллиарда, ты видел на что она идет? Ну это ж трындец какой-то, но это что, помощь? Но при этом я с большим удовольствием приезжаю к друзьям в Америку. Я с большим удовольствием хожу там в рестораны. Я не хочу там жить. Я не хочу там работать. Но я с удовольствием там отдыхаю. Ну отдыхал. Сейчас у меня нет визы, и только мой трехлетний ребенок может туда поехать. Один, без меня. Но при этом ты пойми, что я я разделяю это. Так же, как и в нашей стране я разделяю. И я разделяю ребят воюющих и государство посылающие. Я разделяю. Но мальчишек я не поддерживать не могу. Не разделяешь, потому что ты из-за мальчишек, как ты говоришь, мальчишек, которые в армии, из-за Путина, который их туда отправил. Ты несколько раз пытаешься от этого откреститься, но я тебе каждый раз говорю, Оскар, ты поддерживаешь Путина? Я не пытаюсь откреститься. Это связь прямая. Она прямая просто. Ты говоришь, что я не поддерживаю государство, но поддерживаю пацанов. Пацаны и государство в данном случае в одной связке. Я не поддерживаю государство. Я говорю, не поддерживая государство, можно совершенно спокойно поддерживать ребят, жителей, людей. Окей? Я про это говорю. Скажи, пожалуйста, вот смотри, допустим, я не хочу войны. Я не хочу, чтобы российская армия убивала украинских солдат. Я не хочу, чтобы украинские солдаты убивали российскую армию. Не хочу. Я не хочу, чтобы гибли мирные люди ни с одной, ни с другой стороны. Но я живу в этом государстве. Я враг для Украины? Думаю, ты враг для Украины, потому что ты публично поддерживаешь российскую армию и президента, который устроил эту войну. Поэтому ответ, конечно, да. Все понятно. Если бы Украина пошла войной на Россию, если бы она пошла войной на Россию, и кто-то бы публично поддерживал также агрессивный, также вторжение, и кто-то бы поддерживал и президента, и армию Украины, которая вдруг ни с того ни с сего вторглась на территорию России, он бы был бы врагом для тебя? Тот, кто его поддерживает? Ну, пожалуй, да. Окей. Телеграм-канал. Давай. Ты ведешь его сам? Сам. Вот все? Абсолютно. Как это выглядит технически? Ты просто туда прям бомбишь, как когда-то в Твиттер бомбили. То есть очень-очень много делишься всем подряд. Ну, не всегда, когда есть время. Ты просыпаешься и смотришь, чем поделиться? Или пауза на час, и ты ее заполняешь? Нет. Я не думаю о том, когда выпускать, когда что. Единственное, что я сейчас разделяю, я узнал не так давно о том, что есть возможность отсроченных сообщений. Вот. И теперь я просто для того, чтобы не в лед, все, я немножко разделяю. Вот. Смотри. Происходит так. Я читаю новости. Очень много у меня. Я подписан на огромное количество телеграм-каналов. Крупных, маленьких, проукраинских, антиукраинских, не имеющих отношения к политике никакого. И я по мере возможности просто читаю новости. Еду в машине, читаю новости. Там, ну, редко, когда я с утра, если проснувшись, делаю, что читаю новости, у меня есть чем заниматься с утра, потому что у меня дети, как бы, и там в основном молоть со мной с утра все время, поэтому я не могу просто физически этого сделать. Вот. А потом, когда я сажусь в машину, я в машине еду уже и могу просматривать новости. И если меня что-то дергает, рождает какую-то мысль, которой бы мне хотелось поделиться, я это делаю, и все. То есть у меня нет, что я специально выискиваю новости. Я, например, там в субботу вообще, по-моему, не выкладывал ни одной новости. Вообще ни одной. Просто не хотелось. И все, потому что решил детокс сделать и вообще не смотреть. А там реклама уже есть? Довольно много? Да, у меня есть реклама. Немного, нет, нет. Сколько у тебя стоит один рекламный пост? Это копейки какие-то вообще. Прям копейки. Вообще вот копейки. 30 тысяч рублей. Меньше. И я не, вот ты знаешь, честно, хотят платить, я рад. То есть мне сказали, что вот столько. Я говорю, у меня есть SMM-менеджер, который делает, и она договаривается обо всем. Просто, наверное, будет неправильно, если я буду говорить сейчас про деньги. То есть это приятный такой бонус, когда мне начинают, появилась, надо отписываться. Ну, ребят, в конце концов, я трачу на это много времени. Если она появляется, я только благодарен тем, кто хочет у меня разместиться. Но вот точно не для этого делался канал. Абсолютно. Это как бы, знаешь, как приятный сопутствующий бонус. А как ты в целом отбираешь информацию для и своих телеграм-постов, и для своих публичных выступлений? То есть... Какие публичные выступления ты имеешь в виду? Интервью. Интервью. Интервью и в первую очередь. Где ты вот берешь там, не знаю, цифры, данные и все остальное? Ну, я много чего читаю. Много рад. То есть я, например, не в Википедию залезаю, потому что... Хотя и в Википедию тоже. Я даже пользуюсь, знаешь, там, допустим, и Google, и Яндекс. Условно говоря, использую для информации, потому что знаю, что где-то что-то меняют. Во всяком случае, мне так рассказали. И я пытаюсь рыть, ну, не первые строчки, если я понимаю, что я сомневаюсь, а чуть глубже вниз уходить, и все. Хотя сейчас все сложнее и сложнее найти информацию достоверную. Ну, если честно. Почему спросил? Да. Вот смотри, например, это не в Телеграме было, это в интервью. Под американскими бомбежками в Югославии погибли 250 тысяч человек. Да, да. Ну, по данным самой Югославии... Это по данным Югославии, более того, я скажу, по данным Сербии... Под 2,5 тысячи человек. Сколько? 2,5 тысячи... Подожди. Во время бомбежек НАТО и за годы войны, которая была до НАТО, 130-160 тысяч человек. Но это не бомбежки НАТО. Можешь поделиться со мной интернетом, прости, пожалуйста? Нашел? Я ищу. Вылетело, да? 160 тысяч погибших. Ох, ну... Сейчас я с Далибуром... У меня просто Серб, мой друг, который меня... Если что, это салют. Это салют. Да, да, нормальненько. Сейчас. Но саундтрек пугающе соответствующий. Соответствующий. Слушай, я обязательно найду, я тебе пришлю, может быть. Если я ошибаюсь, это хорошо. Я найду, просто я очень хорошо помню эту статью, там, 228, что ли, в итоге погибло людей. От бомбардировок НАТО? А, да. За 4... За те месяцы, что шли бомбардировки, не может погибнуть столько людей. С 91-го по 2001-й год, наверное. А НАТО бомбил с 91-го? Нет, с 99-й год, естественно, нет, конечно. Окей, хорошо, я найду. Если не найду, значит, я мог ошибиться. Окей. Вполне возможно, да. И тогда еще. Да. Ты выкладывал видео выступления генерального директора Файзера. Дважды причем в Телеграме. Где он... Видео, на котором он говорит, что мы планируем сократить население планеты. Ты, как бы, комментируешь это. Вы тоже это слышите? Посмотри, пожалуйста, оригинал этого видео. Давай. Ты понял, в чем разница? Видео, которое ты дважды постил, была вырезана фраза, что людей, которые способны позволить наше лекарство. Да. И получалось без этой фразы, что мы планируем сократить население, количество людей в мире на 50%. Да. Ты дважды запостил фейк. Да. Как тогда относиться к тем штукам, которые ты постишь в Телеграм? С удовольствием. Проверяйте, ребят. Вот я поторопился, не проверялся. Знаешь, смотри. То есть ты понимаешь, что кто-то постарался, вырезал и выставил так, как оно было. Ну, у меня. В всяком случае. Я смотрю, меня захватывает. Я делюсь. Вот человек, у меня, кстати, очень, ну, бывает не часто, но бывает периодически, люди говорят, это фейк, проверьте здесь. Я говорю, пишу, спасибо, проверяю. Реально фейк, удаляю. Такое может быть. Я не являюсь официальным новостным каналом. Понимаешь, да? Я, вот если появляется новость, которая меня, как человека, задевает, я в ужасе от этого эту новость выкладываю. И когда вот сейчас мне Юра Дудь рассказал о том, что это фейк, и пришлет мне, я надеюсь, да, это видео, я первое, что сделаю, выйду и скажу. А нас немножко обманули, ребята, потому что кто-то постарался и решил сделать вот таким вот образом. А на самом деле там было сказано про то, что тех, кто может себе позволить. Как ты видишь будущее своих детей? Хороший вопрос, ты знаешь. Я, наверное, каждый день прошу у высших сил, чтобы все вот это закончилось. Потому что сейчас будущего в заперти я не вижу. Не то, что его нет, а я не вижу, каким оно может быть. потому что в рамках того, как мы сейчас не развиваемся, куда мы сейчас движемся, наверное, я вообще не понимаю, какое может быть будущее у этого мира. И от этого становится неприятно. Я не паникую, я не... Ты говоришь, мир глобальный или мир внутри России? Ну и внутри России в том числе. Но хотя я говорю вообще о мире в принципе. А давай про именно внутри России. Как ты видишь будущее детей, когда технологические будут проблемы, политические, слэш, географические, это тоже изоляция. То есть каким ты его видишь? Значит, мне бы не хотел... Вот давай так, с другой стороны. Потому что видеть то, чего я не вижу, ну, наверное, неправильно об этом говорить. Я бы хотел сказать, каким бы я не хотел его видеть. Я бы не хотел его видеть замкнутым внутри страны. Я бы не хотел, чтобы границы для моих детей образовательные, технические, физические были закрыты. Я хотел бы, чтобы мои дети росли в мире и другие дети росли в мире. И российские, и украинские, и вообще дети в мире росли. Потому что это нормально. Так должно быть. Не должно быть войны. Вообще ни при каких обстоятельствах. Понимаешь? И мне очень хочется верить, возвращаясь там к Путину, к армии, и хочется верить в то, что мы когда-нибудь узнаем это и доживем до этого момента, что действительно не было другого выбора. Как ты думаешь, действия Путина и российской армии сейчас эту изоляцию и мир приближают или отдаляют? Изоляцию и мир? Изоляцию и отсутствие мира. Ну, куда мы движемся? Ну, я думаю, что пока... Я пытаюсь сформулировать, потому что, конечно, понятно, что война ничего хорошего не приближает. Это очевидно. Знаешь, у меня какая есть надежда в этой войне? Что, может быть, внутри страны нашей что-то очень сильно поменяется. Что же? Ну, вот сегодня я тоже запостил это. Как ни странно, Путин, я не пощу его обычно, все, что он говорит, а сегодня запостил, потому что это коррелируется с тем, что я думаю. он сказал, что люди, которые зарабатывают деньги здесь, отдают их туда и детей своих оставляют там, являются для нас опасными. Вот я это тоже так считаю. Я считаю, что люди, которые управляют страной и управляют активами страны, не могут быть, а, бездетными, потому что они обязаны думать о будущем, потому что их дети здесь будут жить. И, б, они не могут отправлять своих детей жить в другие страны, потому что иначе у них нет стимула для того, чтобы здесь что-то было хорошо. Им это не надо тогда. Тогда это просто тупо заработок для туда. А как ты думаешь, дети Путина и семья Путина, члены семьи Путина жили, живут так? Тебе что-то достоверно известно? Я знаю, что дочерь его здесь. У него только дочерь? Ну, я просто не знаю, к сожалению, про другое. Тебе известно? Ну, одна из моих претензий, что я этого не знаю. Хотя я должен этого знать, поскольку он мой президент. А... А еще я знаю много расследований по поводу швейцарских клиник, по поводу недвижимости семьи во Франции. Я знаю про лодку, которая в Адриатике, кажется, была... Нет, в стране Лигурии, в Италии был. А можно я задам тебя? Пришвартована. Подожди. Я просто про это говорю. Да-да-да, я готов... Я просто спрашиваю тебя, как ты думаешь, сам Путин участвовал в этом? Вот в этом живу здесь, а как бы семья владеет и обитает там? Я сейчас по-еврейски поступлю. Вопросом на вопрос. А почему тогда мы знаем про яхты, лодки, недвижимость, всевозможных там фридманов и компаний, и ничего не слышали про то, чтобы что-то конфисковали у Путина? Лодка Шахерезада конфискована. Это путинская лодка? Ну, она связана с ним через кого-то из его карманных олигархов. Дом в Беорице арестован. Это дом Путина, он на него записан. Это дом, связанный с его, кажется, женой. Так удобно. Но самое главное, что вот это наше «я думаю». То есть вот я знаю там про дочерей Путина, и я не знаю про других его детей. Ты слышал слухи про то, что это не уединственная семья? Ты имеешь в виду сейчас? Нет, ты слышал слухи или нет? Конечно, естественно. Ты слышал. Устраивает ли тебя, как гражданин и налогоплательщик России, что ты не в курсе, как на самом деле у человека, который управляет твоим государством уже 22 года? Коротко ответь. Тебя устраивает, что ты информирован очень неполно. Ты понимаешь, в чем дело? Про жизнь Владимира Путина. Если бы не ходили слухи, я никогда в жизни не стал бы этим интересоваться. Тебе это не важно? Нет. Не важно? Нет. То есть тебе не важно, что человек, который влезает в личную жизнь огромного количества людей репрессивными гей-законами, таким диктатом традиционных ценностей, про него ходят слухи о том, что он сам далеко не святой, и ты при этом не знаешь ответа на этот вопрос. Тебя устраивает такая связка? Смотри, я сейчас... Ты скажи, да или нет? Устраивает или нет? Вот в таком контексте нет, но в другом контексте да. В каком контексте это может устраивать? Да ты пойми, ну вот смотри, ты все время говоришь про репрессивные законы, ты все время говоришь про... Ну опять же, про негатив, который существует... То, что он присутствует, вопросов нет никаких, да? Вот. Но смотри, вот я бы реально, если бы не начали там ходить сплетни там про его другую семью, не стал бы этим интересоваться даже, понимаешь? Но кому-то очень захотелось вытащить это куда-то. Никто не видел, никто не знает. Не за границей, ну потому что уже бы все давно рассказали, показали, сняли бы, сфотографировали, понимаешь? Нигде. Это что за конспирология такая, что Берлускони, условно говоря, с барышней там ловят, а тут семья, дети и только слухи. Ну так в этом и есть отличие. Это отличие общества демократического, демократического, итальянского, где есть медиа свободные, для которых закон, для которых не важно. Слушай, ну для Навального, по-моему, вообще ничего не важно. Премьер-министр или нет? Ну вот то, какое имущество и все остальное он нашел у Путина, я тебе рассказал. Подожди, по слухам с его домашними олигархами. То есть смотри, какая-то странная история. Есть какие-то люди, ну условно говоря, у меня есть товарищ мой, да, на которого записан дом. Вы говорите, что это мой дом. Никто меня в этом доме не видел. Или только, когда я к нему в гости приезжал. Я там не живу. Я 24 часа в сутки практически на людях. Уезжаю в отпуск там на 7 дней, и то все прекрасно знают, куда. и при этом у меня дома, у меня то-то, потому что это мои карманные олигархи, как сказал ОБС, да, одна бабка сказала. И доказано, что этот карманный олигарх, это, значит, купил дом для Путина. Ну ты сам себя слышишь. Ну это как-то странно. Выглядит это такое ощущение. Как выглядит эта цепочка? За счет чего стали мультимиллиардерами братья Ротенберги? Расскажи мне, пожалуйста. Нет, я тебя спрашиваю. Я не знаю. За счет того, что они занимались в одной секции дзюдо с Владимиром Путиным. Они друзья его вместе. Они за счет того, что они еще соображают как следует и могут вести бизнес. Ну просто спрашиваю. Есть большое основание считать, исходя из того, как складывался их бизнес, что знакомство с Владимиром Путиным сыграло ключевую роль. Скажи мне, пожалуйста, если бы ты был так же, как они, знаком с Владимиром Путиным, ты бы воспользовался этим знакомством, если бы тебе было удобно? Нет. Допустим, ты достойный журналист. Ты делаешь очень интересные репортажи периодически. Ну это зависит от гостей, условно говоря, которые к тебе приходят. Ты понимаешь этот бизнес. И ты понимаешь, что ты со своим видением можешь возглавить телеканал и делать его таким, каким ты хочешь. но тебе не дают. Тут появляюсь я, твой старый товарищ, который говорит, слушай, Юр, я вот вижу, что ты делаешь, это очень круто. На, делай, что хочешь. Это твое. Нет? Нет. Почему? Ну потому что это отстой. Потому что для того, чтобы иметь возможность свободно с тобой разговаривать и предъявлять претензии всем тем, кто управляет сейчас Россией и ведет войну с Украиной, я должен сам не вести себя так, как ведут они. Юр, И для того, чтобы никто... Подожди. Я потому что за последовательность, понимаешь? Чтобы иметь возможность предъявлять к ним претензии, я должен вести себя иначе. Потому что если я буду вести себя так же, как они, то я теряю право предъявлять эти претензии. Скажи, пожалуйста, в том, что я тебе предложил, что не так? В чем? В том, что ты единственная моя возможность для того, чтобы возглавить федеральный телеканал? Ты делал, ты делал достаточно всего, ты добился очень многого, ты это заслужил. Я это считаю, как твой друг. Но, условно говоря, у тебя я есть, а у Васи, который тоже делает неплохо, нету. Но ты же достоин. Почему отказываться? про федеральный канал, который плоть от плоти государства, то это... Нет, нет, я тебе... Почему про федеральный? Ты не слышишь меня. Я тебе говорю про то, что вот какой-нибудь крупный канал с большим бюджетом. Если ты сейчас перекладываешь эту историю на отношения Ротенбергов и Путина, то эта схема не работает. Почему? Потому что Владимир Путин не бизнесмен. Владимир Путин административная единица. и у него есть... И распределять бизнеса по друзьям, он право, не имеет. Секунду. А человек, у которого корпорация своя, и он хочет нанять того, тот, кому он больше доверяет, если это корпорация частная, построенная им, или управляемая им, то это вообще другое сравнение. Одну секунду. Смотри. Давай так. Вот про власть. Если ты стал президентом, ты в первую очередь будешь ставить рядом с собой людей, которых ты знаешь, и знаешь, чего от них ожидать, и что рассчитывать. Или тех, кого... Все профессионалы. Или тех, кого не знаешь. Ты уверен, что в Рутенберге профессионалы... Нет, секунду. Одну секунду. Ну подожди. Ну блин. А ты уверен, что нет? Ну, по моей информации, есть гораздо больше, гораздо более толковых и профессиональных управленцев в России. Наверняка. И вообще управленцев, в принципе, в России, это достаточное количество. Не всем везет. Не все знают Путина. Окей, хорошо. Но я тебе сейчас задаю очень простой вопрос. Если ты бы был президентом, ты бы на управление крупными бизнесами, которые там делают для страны, для всего, поставил бы неизвестных лошадей или известных, при этом все профессионалы? Это сравнение еще раз не работает. Хорошо. Поскольку никогда у них не было репутации преуспевающих бизнесменов. Надеюсь, ты это не вырежешь. Финальный вопрос. Давай. Мог ли ты представить 20 лет назад, когда ты появился на Муз-ТВ, и в общем, вы всей своей бандой делали такой яркий поп-канал. Я тебе объяснил вначале, почему для меня это было важно. Потому что в такой еще серой Москве, в смысле красок и всего остального, это начало нулевых. А крайне, никаких еще H&M-ов, зар не было с тем, чтобы ярко и недорого одеваться. Вы были таким вестником чего-то да, попсового, но все равно яркого, жизнерадостного. И к тому же не вся попса отвратительно. Бывает вполне нормальное. Ты был тогда такой оторвый, шебутным, веселым и лихим чуваком. Если бы тебе сказали, что через 20 лет ты будешь в течение нескольких часов вот так вот отмазывать руководство своей страны, ты бы как на это отреагировал? Ты бы скорее расстроился или подумал, что все идет по плану? Послушай, мы очень по-разному смотрим с тобой на этот мир. Вот ты видишь в том, что я говорю, отмазывание руководства своей страны, а я просто пытался с тобой поговорить. Так и я, мне кажется, тоже. Нет, ты каждый раз все время уводишь в сторону края. То есть либо ты, чувак, падай, либо ты отмазывай. Когда ты сказал, что ты не принимаешь демистификацию, я как-то тебя подталкиваю еще к чему-то. Когда ты сказал, что... Я действительно, я не понимаю, я не знаю, что это такое. Я не стал к тебе приставать. Я не знаю, что это такое. Поэтому я не отмазываю руководство. Я прекрасно понимаю, что они все белые и пушистые. Я очень это хорошо понимаю и очень хорошо это вижу. Но бывают моменты в жизни, когда какие-то собственные амбиции, наверное, даже не амбиции, а, как сказать, душевные выплески, прежде чем делать, нужно подумать и понять, чем это поможет моей стране, чем это поможет моим друзьям, чем это поможет моей семье. Понимаешь? и если это не работает, то для чего видеть только черное? Для чего видеть только негативное? Я вот во всем нашем разговоре, очень длинном, неожиданно, я пытался тебе объяснить, что я смотрю на мир не вот так. Я смотрю на... Я пытаюсь понять, я пытаюсь объяснить себя. Я каждый раз надеюсь на то, что когда что-то делает, когда кто-то что-то делает, он понимает, что он делает. Ну, потому что иначе я тогда не понимаю. Мне кажется, намного было бы проще вот в СВО, если бы цели, которых мы непременно достигнем, будут точно обозначены. Потому что до этого момента мне остается только надеяться, что вы понимаете то, что вы делаете. И верить в вас. Потому что вас выбрала страна. Вам страна доверила. И когда ты мне говоришь про то, что я себе тогда в нулевых, в начале нулевых, там в 2001 году в яркой, в такой вот маечке, если бы мне сказали о том, что я буду кого-то отмазывать, я бы сказал не, я никого не буду отмазывать. Пусть отмазываются сами. А я просто попытаюсь понять. Или нет. не могу не могу не могу Продолжение следует...